Глава 66. Так что я спросил у сказанного Латанцо, почему он мне не платит. Он мне ответил, поводя этакими паучьими ручонками комарьим голосишком, почему ты не кончаешь эту свою работу? Ты, кажется, никогда ее не кончишь. Я тотчас же ответил ему сердитый и сказал, черт бы вас побрал, и вас, и всех, кто не верит, что я ее кончу. И так в отчаянии я вернулся домой, к моему злосчастному Персею, и не без слез, потому что мне приходило на память мое прекрасное положение, которое я покинул в Париже на службе у этого удивительного короля Франциска, у какового мне всегда было вдоволь всего, а здесь мне всего не хватало. И несколько раз я готов был пойти напропалую. И один раз, среди прочих, я сел на доброго моего конька и захватил с собою сотню скуда, и поехал во Фьезале повидать одного моего незаконного сыночка, какового я держал у кормилицы, у одной моей кумы, жены одного моего работника. Сверхсказанного здесь мы ничего о нем не знаем. И приехав к моему сыночку, я нашел его в хорошем виде и таким вот хмуром. Я его поцеловал. И когда я хотел уезжать, он меня не отпускал, потому что держал меня крепко ручонками и яснистовым плачем и криками, что в этом возрасте около двух лет было делом более чем удивительным. Я не желаю тебя удостаивать моих ударов. Он посмотрел на меня смиренно и ничего не сказал. Тогда я вернулся к рассудку и возблагодарил Бога за то, что по истинному своему могуществу Он не пожелал, чтобы я содеял такое бесчинство. Так, освободясь от этого бесовского неистовства, я воспрянул духом и сам собою говорил, — если Бог подаст мне такую милость, чтобы я кончил мою работу, я надеюсь сокрушить ею всех моих злодеев-врагов, чем я учиню много большее и славнейшее мщение, чем если бы я отвел душу на одном. И с этим добрым решением я вернулся домой. Три дня спустя я узнал, что эта моя кума задушила мне моего единственного сыночка, каковой причинил мне столько горя, что я никогда не испытывал большего. Место несколько темное, задушило, утопило. Вероятно, следует понимать, что произошел несчастный случай. Не очень ясно и то, что Челлини подразумевает под единственным своим сыночком, то есть единственного мальчика или ребенка вообще. Однако же я опустился на колени и, не без слез по моему обыкновению, возблагодарил моего Бога, говоря, «Господи, Ты мне его дал, а теперь Ты его у меня взял. И за все я всем сердцем моим Тебя благодарю». И хотя от великого горя я почти совсем потерялся, но все-таки, по моему обыкновению, сделав из необходимости доблесть, я, насколько мог, старался примириться. Глава 67 Ушел один юноша в это время от Бондинелло, имя каковому было Франческо, сын Маттео Кузнеца. Этот сказанный юноша послал у меня спросить, не хочу ли я дать ему работу. И я согласился и поставил его отделывать фигуру Медузы, которая была уже отлита. Этот юноша спустя две недели сказал мне, что он говорил со своим учителем, то есть с Бондинелло, и что он мне говорит от его имени, что, ежели я хочу сделать фигуру из мрамора, то он посылает предложить мне дать мне отличный кусок мрамора. Я тотчас же сказал, скажи ему, что я его принимаю. И мрамор этот может принести ему беду, потому что он не перестает меня задевать и не помнит той великой опасности, которой он миновал со мною на площади Сан-Доменико. Скажи же ему, что я его хочу во что бы то ни стало. Я никогда о нем не говорю, и вечно эта скотина мне докучает. И мне кажется, что ты пришел работать у меня, подосланный им, для того только, чтобы выведывать про мои дела. Ступай же и скажи ему, что я пожелаю этот мрамор даже против его воли. И возвращайся к нему. И мрамор этот может принести ему беду, то есть может оказаться для него надгробным. Глава 68 Когда прошло уже много дней, что я не показывался во дворце, я туда пошел однажды утром, потому что мне пришла такая прихоть, И герцог почти кончил обедать, и, насколько я слышал его светлость в это утро, беседовал и сказал много хорошего обо мне. И, между прочим, он весьма хвалил меня за то, что я оправляю камни. И поэтому, когда герцогиня меня увидела, она велела меня подозвать через мессер Сфорца. Сфорца Альмени де Перудже, камергер герцога Козима. Через двадцать лет после описываемых событий герцог убьет его за то, что тот открыл принцу Франческо тайну его любовной связи с Элеонорой Делией Альбитци. И когда я приблизился к ее высокой светлости, она меня попросила, чтобы я ей вправил алмазик-острец в кольцо, и сказала, что хочет всегда его носить на пальцы, и дала мне мерку и алмаз, каковой стоил около ста скуда, и попросила меня, чтобы я его сделал быстро. Тотчас же герцог начал беседовать с герцогиней и сказал ей, — Правда, что Бен Венута в этом искусстве не имел равных, но теперь, когда он его бросил, мне кажется, что сделать такое колечко, как вам бы хотелось, было бы для него слишком большим трудом. Так что я вас прошу, чтобы вы его не утруждали этой маленькой вещью, каковая для него была бы большой, потому что он отвык. На эти слова я поблагодарил герцога, и затем попросил его, чтобы он позволил мне сослужить эту небольшую службу у государыни-герцогини. И тотчас же, взявшись за него, в несколько дней я его кончил. Кольцо это было для мизинца. Так что я сделал четыре детских фигурки круглых и четыре мошкерки, каковые и образовали сказанное колечко. И еще я разместил там кое-какие плоды и связочки финифтяные, так что камень и кольцо имели отличный вид вместе. И тотчас же отнес его герцогине. Каковая с милостивыми словами сказала мне, что я сделал ей прекраснейшую работу, и что она будет меня помнить. Сказанное колечко она послала в подарок королю Филиппу. И с тех пор всегда мне заказывала что-нибудь, но так ласково, что я всегда силился услужить ей, хотя денег я видел мало, а Богу известно, какую я в них имел великую нужду, потому что я желал кончить моего Персея и нашел некоих молодцов, которые мне помогали, каковым я платил из своих. И я снова начал показываться чаще, нежели делал это прежде. Послала в подарок королю Филиппу. Филипп, сын Карла V, стал королем Неаполе и Сицилии в 1554 году, а через два года и королем Испании под именем Филиппа II. Глава 69 Раз как-то в праздничный день я пошел во дворец после обеда, и, придя в часовую залу, увидел открытый дверь в скарбницу. И когда я приблизился немного, герцог меня подозвал и с приятным радушием сказал мне в добрый час. Видишь этот ящичек, который мне прислал в подарок сеньор Стефано де Пелестино? Открой его и посмотрим, что там такое. Стефано Колонна, князь Палистрино, командующий войсками герцога Козима. Тотчас же, открыв его, я сказал герцогу, — Государь мой, это фигура из греческого мрамора, и это вещь изумительная. Я скажу, что для мальчика я не помню, чтобы когда-нибудь видел среди древностей такую прекрасную работу и в таком прекрасном виде. Так что я предлагаю себя вашей высокой светлости, чтобы вам ее восстановить и голову, и руки, и ноги, и сделаю ему орла, чтобы его окрестить Ганимедом. Эта статуя, восстановленная Чилини, хранится в Национальном музее Флоренции. И хотя мне и не подходит латать статуи, потому что это ремесло некоих чеботарей, каковые делают его весьма скверно, однако же совершенство этого великого мастера призывает меня услужить ему. Понравилось герцогу очень, что статуя так хороша, и он стал меня расспрашивать о множестве вещей, говоря мне, — расскажи мне, мой бенвенута, подробно, в чем состоит столь великое искусство этого мастера, каковое приводит тебя в такое изумление. Глава 70 Пока я так приятно занимал герцога, случилось, что один паш вышел вон из скарбницы, и что, когда он выходил, вошел Бондинелло. Увидав его, герцог почти возмутился и со строгим лицом сказал ему, — Чего вам здесь? Сказанный Бондинелло, ничего не ответив, тотчас же бросил взгляд на этот ящичек, где была сказанная раскрытая статуя, и с этаким скверным смешком, покачивая головой, сказал, повернувшись к герцогу, — Государь. Это все то же, о чем я столько раз говорил в вашей высокой светлости. Знаете, что эти древние ничего не смыслили в анатомии, и поэтому их работы сплошь полны ошибок. Я молчал и не обращал внимания на то, что он говорит. Даже повернулся к нему спиной. Как только этот скотина кончил свою противную болтовню, герцог сказал, — О, бенвинуто, это совсем обратное тому, что такими прекрасными доводами ты мне только что так хорошо доказывал, так что защити я немножко. На эти герцогские слова, обращенные ко мне с такой любезностью, я тотчас же ответил и сказал, — Государь мой, Вашей высокой светлости, да будет известно, что Батчо Бондинелли состоит весь из скверны, и таким он был всегда. Поэтому на что бы ни взглянул, тотчас же в его противных глазах, хотя бы вещь была в превосходной степени сплошным благом, тотчас же она превращается в наихудшую скверну. Но я, который единственно влеком ко благу, вижу правду более свята. Поэтому то, что я сказал про эту прекраснейшую статую Вашей высокой светлости, — это сплошь чистая правда. А то, что про нее сказал Бондинелло, — это сплошь та скверна, из которой единственно он состоит. Герцог слушал меня с большим удовольствием, и пока я все это говорил, Бондинелло корчился и строил самые безобразные лица из своего лица, которые было пребезобразно, какие только можно себе представить. Вдруг герцог двинулся, направляясь через некие нижние комнаты, и сказанный Бондинелло следовал за ним. Дворецкие взяли меня за плащ и повели меня позади него. И так мы следовали за герцогом, покамест его высокая светлость, придя в одну комнату, не уселся, а Бондинелло и я, мы стояли один по правую сторону, а другой по левую сторону от его высокой светлости. Я молчал, а те, что были вокруг, несколько слуг его светлости, все смотрели пристально на Бондинелло, слегка посмеиваясь между собой тем словам, которые я ему сказал в той верхней комнате. И вот сказанный Бондинелло начал разглагольствовать и сказал «Государь, когда я открыл моего Геркулеса и Кака, мне право кажется, что больше ста санетишек на меня было сочинено, каковы говорили все самое дурное, что только может вообразить это простонародье». Открыл моего Геркулеса и Кака, весьма посредственная статуя, сделанная Бондинелли в 1534 году и стоящая перед Палаццо Веккио. Современники издевались над ней еще и потому, что сделана она была из куска мрамора, предназначавшегося сперва для Микеланджело. Я тогда ответил и сказал «Государь, когда наш Микеланджело Буонаротти открыл свою ризницу, где можно видеть столько прекрасных фигур, то эта чудесная и даровитая школа, подруга истины и блага, сочинила на него больше ста сонетов, состязаясь друг с другом, кто лучше про нее скажет». И вот, как работа Бондинелло заслуживала всего того плохого, что он говорит, что было про нее сказано, так заслуживала всего того хорошего работа Буонаротти, что про нее было сказано. Буонаротти открыл свою ризницу, знаменитая гробница Медичи в церкви Сан-Лоренцо, сооруженная Микеланджело по заказу Климента VII в 1525-27 годах. При этих моих словах Бондинелло пришел в такое бешенство, что готов был лопнуть, и повернулся ко мне и сказал «А ты что сумел бы ей вменить?» «Я тебе это скажу, если у тебя хватит настолько терпения, чтобы меня выслушать». Он сказал «Ну, говори». Герцог и остальные, которые тут были, все насторожились. Я начал и прежде всего сказал «Знай, что я сожалею, что должен сказать тебе недостатки этой твоей работы». Но не я это скажу, а скажу тебе все то, что говорит эта даровитейшая школа. И так как этот человечешка то говорил что-нибудь неприятное, то выделывал руками и ногами, то он привел меня в такую злобу, что я начал гораздо более неприятным образом, нежели действуй он иначе. Эта даровитая школа говорит, что если обстричь волосы Геркулесу, то у него не останется башки, достаточной для того, чтобы упрятать в нее мозг. И что это его лицо, неизвестно, человек оно или быка-льва. И что оно не смотрит на то, что делает. И что оно плохо прилажено к шее, так неискусно и так неуклюже, что никогда не было видно хуже. И что эти его плечища похожи на две луки ослиного вьючного седла. И что его груди и остальные эти мышцы вылеплены не с человека, а вылеплены с мешка, набитого дынями, который поставлен стаймя, прислоненной к стенке. Также и спина, кажется, вылепленная из мешка, набитого длинными тыквами. Ноги, неизвестно, каким образом, прилажены к этому туловищу. Потому что неизвестно, на которую ногу он опирается, или которую он сколько-нибудь выражает силу. Не видно также, чтобы он опирался на обе, как принято иной раз делать у тех мастеров, которые что-то умеют. Ясно видно, что она падает вперед больше, чем на треть локтя. А уж это одно величайшее и самая нестерпимая ошибка, которую делают все эти дюжинные мастеровые пошляки. Проруки говорят, что обе они вытянуты к низу без всякой красоты. И в них не видно искусства, словно вы никогда не видели голых живых. И что правая нога Геркулеса и нога Укака делят икры своих ног пополам. И что если один из них отстранится от другого, то не только один из них, но и оба они останутся без икр, в той части, где они соприкасаются. И говорят, что одна нога у Геркулеса ушла в землю, а что под другой у него словно огонь. Глава 71 Этот человек не мог ждать, что у него хватит терпения, чтобы я сказал так же и великие недостатки Кака. Во-первых, потому что я говорил правду. Во-вторых, потому что я давал это ясно понять Герцогу и остальным, которые были в нашем присутствии, которые делали величайшие знаки и оказательства, что удивляются, и затем понимают, что я говорю сущую правду. Вдруг этот человечишко сказал, «Ах ты, злой язычище! А куда ты деваешь мой рисунок?» Я сказал, что кто хорошо рисует, тот никогда не может плохо работать. Поэтому я готов думать, что твой рисунок таков же, как и работы. Тут, видя эти герцогские лица и остальных, которые взглядами и действиями его терзали, он дал себя слишком победить своей дерзостью и, повернувшись ко мне с этим своим безобразнейшим лечищем, вдруг сказал мне, «О, замолчи, содомитище!» Герцог при этом слове насупил брови неподоброму в его сторону, и остальные сомкнули рты и нахмурили глаза в его сторону. Я, который услышал, что меня так подло оскорбляют, осирен был яростью, но вдруг нашел выход и сказал, «О, безумец, ты выходишь из границ!» Но дал бы Бог, чтобы я знал столь благородное искусство, потому что мы читаем, что им занимался Юпитер с Ганимедом в раю, а здесь, на земле, им занимаются величайшие императоры и наибольшие короли мира. Я низкий и смиренный человечек, который и не мог бы, и не сумел бы вмешиваться в столь дивное дело. При этом никто не смог быть настолько сдержанным, чтобы герцог и остальные не подняли шум величайшего смеха, какой только можно себе представить. И хоть я и выказал себя столь веселым, «Знаете, благосклонные читатели, что внутри у меня разрывалось сердце при мысли о том, что человек, самый грязный негодяй, который когда-либо рождался на свет, осмелился в присутствии столь великого государя, сказать мне такое вот оскорбление. Но знайте, что он оскорбил герцога, а не меня, потому что, не будь я в столь великом присутствии, он бы у меня пал мертвым». Когда этот грязный, неуклюжий мошенник увидел, что смех этих господ не прекращается, он начал, чтобы отвлечь их от этих над ним насмешек, заводить новую речь, говоря, «Этот Бенвенута хвастает, будто я обещал ему мрамор». На эти слова я тотчас же сказал, «Как? Разве ты не посылал мне сказать через Франческо, сына Маттео Кузнеца, твоего подмастерья, что если я хочу работать из мрамора, то ты хочешь дать мне мрамор?» «Я его принял и хочу». Тогда он сказал, «Так считай, что никогда его не получишь». Тогда я все еще полный бешенства, из-за несправедливых оскорблений, сказанных мне вначале, утратив разум и ослепнув к присутствию герцога, с великой яростью сказал, «Я тебе говорю прямо, что если ты не пришлешь мне мрамор на дом, то поищи себе другой свет, потому что на этом свете я из тебя выпущу дух во что бы то ни стало». Вдруг заметив, что я нахожусь в присутствии столь великого герцога, я смиренно повернулся к его светлости и сказал, «Государь мой, один безумец родит сотню, безумство этого человека заставили меня забыть славу вашей высокой светлости и самого себя, так что простите меня». Тогда герцог сказал Бондинелло, «Правда ли, что ты обещал ему мрамор?» Сказанный Бондинелло сказал, что это правда. Герцог сказал мне, «Сходи на постройку и выбери себе по твоему вкусу». То есть сходи на постройку Санта-Мария-дель-Фьоре. Я сказал, что он обещал мне прислать его мне на дом. Речи были ужасные, и я никаким другим способом не желал его. На следующее утро ко мне на дом принесли мрамор. Про каковой я спросил, кто мне его посылает. Сказали, что мне его посылает Бондинелло, и что это тот самый мрамор, который он мне обещал. Глава 72 Тотчас же я велел отнести его ко мне в мастерскую и начал его обтесывать. И пока я его обрабатывал, я делал и модель. И такая мне была охота работать из мрамора, что я не мог обождать, чтобы решиться сделать модель с той рассудительностью, какая требуется в таком искусстве. И так как я слышал, что звук у него надтреснутый, то я много раз раскаивался, что вообще начал над ним работать. Однако я добывал из него что мог, то есть Аполлона и Гиацинта, которого все еще можно видеть незаконченным у меня в мастерской. И пока я над ним работал, герцог приходил ко мне на дом и много раз говорил мне, оставь немного бронзу и поработай немного над мрамором, чтобы мне на тебя посмотреть. Я тотчас же брал орудие для мрамора и уверенно принимался работать. Герцог меня спрашивал про модель, которую я сделал для сказанного мрамора, на что я сказал, «Государь, этот мрамор весь разбит, но я назло ему добуду из него что-нибудь. Поэтому я не мог решиться на модель. Но я и дальше буду так делать, насколько можно будет». С большой быстротой выписал мне герцог кусок греческого мрамора из Рима, чтобы я восстановил его античного Ганимеда, который был причиной сказанной ссоры с Бондинелло. Когда прибыл греческий мрамор, я подумал, что было бы грешно наделать из него кусков, чтобы сделать из них голову и руки и прочее для Ганимеда. И раздобыл себе другой мрамор. А для этого куска греческого мрамора сделал маленькую восковую модельку, каковой дал имя Нарцисса. Мраморный Нарцисс находится в Национальном музее во Флоренции. И так как в этом мраморе были две дыры, которые шли вглубь больше, чем на четверть локтя и шириною в два добрых пальца, то поэтому я сделал то положение, какое мы видим, чтобы защититься от этих дыр. Так что я их убрал из моей фигуры. Но за эти столько десятков лет, что на него шел дождь, потому что эти дыры всегда оставались полны воды, она проникла настолько, что сказанный мрамор порухлил и словно загнил в части верхней дыры. И это сказалось после того, как случилось это великое половодье на Арно, каковое поднялось в моей мастерской на полтора слишком локтя. Наводнение во Флоренции летом 1547 года, сравнимое по своим бедственным последствиям с флорентийским наводнением в ноябре 1966 года. А так как сказанный нарцисс стоял на деревянной подставке, то сказанная вода его опрокинула, так что он сломался в грудях. И я его починил. И чтобы не видна была эта щель починки, я ему сделал эту цветочную перевесь, которая видна у него на груди. И я его кончал в некие часы до света или же по праздникам, лишь бы не терять времени от моей работы с Персеем. И так как однажды утром я ладил некие вояльца, чтобы над ним работать, мне брызнул тончайший осколок стали в правый глаз. И он настолько вошел в зрачок, что никаким способом его нельзя было вынуть. Я считал заверное, что потеряю свет этого глаза. Я позвал по прошествии нескольких дней маэстро Рафаэлло де Пилли, хирурга, каковой взял двух живых голубей и, положив меня навзничь на стол, взял сказанных голубей и ножиком вскрыл им жилку, которая у них имеется в крыльях, так что эта кровь мне стекала внутрь моего глаза, каковой кровью я тотчас же почувствовал себя облегченным, и на расстоянии двух дней осколок стали вышел, и я остался свободен и с улучшенным зрением. И так, как подходил праздник Святой Лучии, до какового оставалось три дня, то я сделал золотой глаз из французского скуда и велел поднести его ей одной из шести моих племянниц, дочерей Леператы моей сестры, каковой было отроду лет десять, и через нее возблагодарил Бога и Святую Лучию, то есть покровительницу зрения. И долгое время не хотел работать над сказанным нарциссом, а подвигал вперед Персея с вышесказанными трудностями и расположился окончить его и уехать себе с Богом. Глава семьдесят третья Отлив Медузу, а вышла она хорошо, я с великой надеждой подвигал моего Персея к концу, потому что он у меня был уже в воске, и я был уверен, что он так же хорошо выйдет у меня в бронзе, как вышла сказанная Медуза. И так как при виде его в воске вполне законченном он казался таким прекрасным, то герцог, видя его в таком образе и находя его прекрасным, потому ли, что нашелся кто-нибудь, кто уверил герцога, что не может выйти таким же в бронзе, или потому, что герцог сам по себе это вообразил, и приходя на дом чаще, нежели обычно, он один раз среди прочих мне сказал «Бенвенута, эта фигура не может у тебя выйти в бронзе, потому что искусство тебе этого не позволит». На эти слова его светлости я премного рассердился, говоря «Государь, я знаю, что ваша высокая светлость имеет ко мне эту весьма малую веру, и это, я думаю, происходит от того, что ваша высокая светлость слишком верит тем, кто ей говорит столько плохого про меня, или же она в этом не разбирается». Он едва дал мне окончить слова, как сказал «Я считаю, что разбираюсь в этом и разбираюсь отлично». Я тотчас же ответил и сказал «Да, как государь, но не как художник, потому что если бы ваша высокая светлость разбиралась в этом так, как ей кажется, что она разбирается, она бы мне поверила, благодаря прекрасной бронзовой голове, которую я ей сделал, такую большую, портрет вашей высокой светлости, который послан на Эльбу, и благодаря тому, что я ей восстановил прекрасного мраморного ганимеда с такой крайней трудностью, где я понес гораздо больший труд, чем ежели бы я его сделал всего заново, а также и потому, что я отлил медузу, которая видна вот здесь, в присутствии вашей светлости, такое трудное литье, где я сделал то, чего никогда ни один другой человек не делал до меня в этом чертовском искусстве. Который послан на Эльбу, бюст Козима был отправлен на остров Эльба в 1557 году и простоял там на крепостных воротах до 1781 года. Взгляните, государь мой, я сделал горн по-новому, не таким способом, как другие, потому, что я, кроме многих других разностей и замечательных хитростей, которые в нем видны, я ему сделал два выхода для бронзы, потому, что эта трудная и скрюченная фигура другим способом невозможно было, чтобы она вышла. И единственное, через эти мои ухищрения она так хорошо вышла, чему бы никогда не поверил ни один из всех этих работников в этом искусстве. И знаете, государь мой, наидостовернейшее, что все великие и труднейшие работы, которые я сделал во Франции, при этом удивительнейшем короле Франциске, все они отлично мне удались, единственно, благодаря тому великому духу, который этот добрый король всегда предавал мне этим великим жалованием и тем, что предоставлял мне столько работников, сколько я требовал. Так что иной раз бывало, что я пользовался сорока слишком работниками. все по моему выбору. И по этим причинам я там сделал такое количество работ в столь короткое время. Так поверьте же мне, государь мой, и поддержите меня помощью, в которой я нуждаюсь, потому что я надеюсь довести до конца работу, которая вам понравится. Тогда как если ваша высокая светлость меня принизит духом и не подаст мне помощь, в которой я нуждаюсь, тогда невозможно ни чтобы я, ни чтобы какой бы то ни было человек на свете мог сделать что-нибудь, что было бы хорошо. Глава 74 С великим трудом выслушивал герцог эти мои речи, потому что то поворачивался в одну сторону, то в другую. А я в отчаянии бедняга, что вспомнил мое прекрасное положение, которое у меня было во Франции, так вот удручался. Вдруг герцог сказал, скажи-ка мне, бенвенута, как это возможно, чтобы эта прекрасная голова медузы, которая вон там в высоте, в этой руке у персея, могла выйти? Тотчас же я сказал, вот видите, государь мой, если бы у вашей высокой светлости было то знание искусства, которое вы говорите, что у вас есть, то вы бы не боялись за эту прекрасную голову, как вы говорите, что она не выйдет, а скорее должны были бояться за эту правую ступню, каковая здесь внизу так далеко. При этих моих словах герцог, почти гневаясь, повернулся к некоим господам, которые были с его высокой светлостью, и сказал, мне кажется, что этот бенвенута делает это ради умничения, что всему перечит. И вдруг, повернувшись ко мне, почти насмешливо, причем все, кто при этом присутствовал, сделали то же самое, он начал говорить, я хочу иметь с тобой настолько терпение, чтобы выслушать, какой довод ты измыслишь привести мне, чтобы я этому поверил. Тогда я сказал, я вам приведу такой верный довод, что ваша светлость воспримет его вполне. И я начал, знаете, государь, что естество огня в том, чтобы идти кверху, и поэтому я вам обещаю, что эта голова медузы выйдет отлично. Но так как естество огня не в том, чтобы идти книзу, и так как тут придется проталкивать его на шесть локтей вниз силою искусства, то из-за этого живого довода я говорю вашей высокой светлости, что невозможно, чтобы эта ступня вышла. Но мне будет легко ее поправить. Герцог сказал «А почему ты не подумал о том, чтобы эта ступня вышла таким же образом, как ты говоришь, что выйдет голова?» Я сказал «Потребовалось бы сделать много больше горн, где бы я мог сделать литейный рукав такой толщины, как у меня нога. И при этой тяжести горячего металла я бы поневоле заставил его идти туда. Тогда как мой рукав, который идет к ступням, эти шесть локтей, которые я говорю, не толще двух пальцев. Однако ж это не стоило того, потому что легко будет исправить. Но когда моя форма наполнится больше чем наполовину, как я надеюсь, от этой середины к верху, то так как огонь по естеству своему подымается, эта голова Персея и голова Медузы выйдут отлично, так что будьте в этом вполне уверены. Когда я ему высказал эти мои прекрасные доводы со многими другими бесконечными, о которых чтобы не быть слишком длинным я не пишу, герцог, покачивая головой, ушел себе с Богом. Глава 75 Сам себе придав душевную уверенность и прогнав все те мысли, которые то и дело у меня являлись, каковые часто заставляли меня горько плакать от раскаяния в отъезде моем из Франции, что я приехал во Флоренцию, на родину мою милую, единственное, чтобы подать благостыню, сказанном моим шести племянницам, и за это содеянное благо я видел, что она для меня оказывалась с началом столького зла. При всем том, я уверенно рассчитывал, что, окончив мою начатую работу над Персеем, что все мои испытания должны обратиться в высшее наслаждение и славное благополучие. Итак, набравшись бодрости, изо всех сил и тела и кошелька на те немногие деньги, что у меня оставались, я начал с того, что раздобылся несколькими кучами сосновых бревен, каковые получил из сбора серристорию по соседству с Монтелупо. И пока я их поджидал, я одевал моего Персея теми самыми глинами, которые я заготовил за несколько месяцев до того, чтобы они дошли как следует. И когда я сделал его глиняный кожух, потому что в искусстве это называется кожухом, и отлично укрепил его, и опоясал с великим тщанием железами, я начал на медленном огне извлекать оттуда воск, каковой выходил через множество душников, которые я сделал, потому что чем больше их сделать, тем лучше наполняются формы. И когда я кончил выводить воск, я сделал воронку вокруг моего Персея, то есть вокруг сказанной формы, из кирпичей, переплетая одни поверх другого и оставляя много промежутков, где бы огонь мог лучше дышать. Затем я начал укладывать туда дрова, это кровно, и жег их два дня и две ночи непрерывно. Убрав таким образом оттуда весь воск, и после того, как сказанная форма отлично обожглась, я тотчас же начал копать яму, чтобы зарыть в нее мою форму, со всеми теми прекрасными приемами, какие это прекрасное искусство нам велит. Когда я кончил копать сказанную яму, тогда я взял мою форму и с помощью воротов и добрых веревок осторожно ее выпрямил, и, подвесив ее локтем выше уровня моего горна, отлично ее выпрямив, так что она свисала как раз над серединой своей ямы, я тихонько ее опустил вплоть до пода горна, и ее закрепили со всеми предосторожностями, какие только можно себе представить. И когда я исполнил этот прекрасный труд, я начал обкладывать ее той самой землей, которую я оттуда вынул. И по мере того, как я там возвышал землю, я вставлял туда ее душники, каковые были трубочками из жженой глины, которые употребляются для водостоков и других подобных вещей. Когда я увидел, что я ее отлично укрепил, и что этот способ обкладывать ее, вставляя эти трубы, точно в свои места, и что эти мои работники хорошо поняли мой способ, каковой был весьма отличен от всех других мастеров этого дела, уверившись, что я могу на них положиться, я обратился к моему горну, каковой я велел наполнить множеством медных болванок и других бронзовых кусков. И расположив их друг на дружке тем способом, как нам указывает искусство, то есть приподнятыми, давая дорогу пламени огня, чтобы сказанный металл быстрее получил свой жар и с ним расплавился и превратился в жидкость, я смело сказал, чтобы закалили сказанный горн. И когда были положены эти сосновые дрова, каковые благодаря этой жирности смолы, какую дает сосна, и благодаря тому, что мой горн был так хорошо сделан, он работал так хорошо, что я был вынужден подсоблять то с одной стороны, то с другой, с таким трудом, что он был для меня невыносим, и все-таки я силился. И вдобавок меня постигло еще и то, что начался пожар в мастерской, и мы боялись, как бы на нас не упала крыша. С другой стороны, с огорода не обогнало мне столько воды и ветра, что студило мне горн. Сражаясь таким образом с этими привратными обстоятельствами несколько часов, пересиливаемый трудом намного больше, нежели крепкое здоровье моего сложения могло выдержать. Так что меня схватила скоротечная лихорадка, величайшая, такую только можно себе представить, ввиду чего я был принужден пойти броситься на постель. И так, весьма недовольный, вынуждаемый по неволе уйти, я повернулся ко всем тем, кто мне помогал, каковых было около десяти или больше из мастеров поплавки бронзы и подручных, и крестьян и собственных моих работников по мастерской, среди каковых был некий Маннолини из Муджелла, которого я у себя воспитывал несколько лет. И сказанному я сказал после того, как припоручил себя всем, смотри, Бернардино, мой дорогой, соблюдай порядок, который я тебе показал, и делай быстро, насколько можешь, потому что металл будет скоро готов. Ошибиться ты не можешь, а остальные эти честные люди быстро сделают желоба. И вы уверенно можете этими двумя кочергами ударить по обеим втулкам, и я уверен, что моя форма наполнится отлично. Я чувствую себя так худо, как никогда не чувствовал с тех пор, как явился на свет, и уверен, что через несколько часов эта великая болезнь меня убьет. Так весьма недовольный я расстался с ними и пошел в постель. Глава 76 Улегшись в постель, я велел моим служанкам, чтобы они снесли в мастерскую всем поесть и попить, и говорил им, меня уже не будет в живых завтра утром. Они мне придавали однако же духу, говоря мне, что моя великая болезнь пройдет, и что она меня постигла из-за чрезмерного труда. Когда я так провел два часа в этом великом борении лихорадки и беспрерывно чувствуя, что она у меня возрастает, и все время говорил, я чувствую, что я умираю, моя служанка, которая управляла всем домом, которую звали Монофьоры де Кастель дель Рио, эта женщина была самая искусная, которая когда-либо рождалась, и настолько же самая сердечная, и беспрерывно меня журило, что я растерялся, а с другой стороны оказывала мне величайшие сердечности услужения, какие только можно оказывать. Любопытно, что когда Челлини писал эти слова, он уже настолько изменил свое отношение к домоправительнице, что даже выгнал ее. Но в данном контексте ему требовалось изобразить ее так, как она представлялась ему во время отливки статуи. «Однако же, видя меня в такой безмерной болезни и таким растерянным при всем своем храбром сердце, она не могла удержаться, чтобы некоторое количество слез не упало у нее из глаз. И все ж таки она насколько могла остерегалась, чтобы я их не увидел. Находясь в этих безмерных терзаниях, я вижу, что в комнату ко мне входит некий человек, каковой своей особой вид имел изогнутый, как прописное «С». И начал говорить некоим звуком голоса печальным, удрученным, как те, кто дает душевное наставление тем, кто должен идти на казнь, и сказал «Обен венута! Ваша работа испорчена, и этого ничем уже не поправить». Едва я услышал слова этого несчастного, я испустил крик такой безмерный, что его было слышно на огненном небе. И, встав с постели, взял свою одежду и начал одеваться. И служанкам, и моему мальчику, и всякому, кто ко мне подходил, чтобы помочь мне, всем я давал либо пинка, либо тумака, и сетовал, говоря, «Ах, предатели, завистники, это предательство, учиненное сумыслом, но я клянусь Богом, что отлично в нем разберусь, и раньше, чем умереть, оставлю о себе такое свидетельство миру, что ни один останется изумлен». Кончив одеваться, я направился с недоброй душой в мастерскую и увидел всех этих людей, которых я покинул в таком воодушевлении. Все стояли ошеломленные и растерянные. Я начал и сказал, «Ну-ка, слушайте меня!» раз вы не сумели или не пожелали повиноваться способу, который я вам указал, так повинуйтесь мне теперь, когда я с вами в присутствии моей работы, и пусть ни один не станет мне перечить, потому что такие вот случаи нуждаются в помощи, а не в совете». На эти мои слова мне ответил некий маэстро Александро Ластрикати и сказал, «Смотрите, бенвенута, вы хотите взяться исполнить предприятие, которого никак не дозволяет искусство? и которого нельзя исполнить никоим образом?» Маэстро Александро Ластрикати вместе со своим братом Дзаноби работал литейщиком на жалование у герцога Козимо. «При этих словах я обернулся с такой яростью и готовой на худое, что и он и остальные все в один голос сказали, «Ну, приказывайте, и все мы вам поможем во всем, что вы нам прикажете, насколько можно будет выдержать при жизни». И эти сердечные слова, я думаю, что они их сказали, думая, что я должен не замедлить упасть мертвым. Я тотчас же пошел взглянуть на горн и увидел, что металл весь сгустился и, что называется, получилось тесто. Я сказал двум подручным, чтобы сходили на супротив в дом Капретти мяснику за кучей дров из молодых дубков, которые были сухи уже больше года, каковые дрова Мадонна Джиневра, жена сказанного Капретти мне предлагала. И когда пришли первые охапки, я начал наполнять зольник. И так как дуб этого рода дает самый сильный огонь, чем все другие роды дров, ибо применяются дрова ольховые или сосновые для плавки, для пушек, потому что это огонь мягкий, так вот, когда это тесто начало чувствовать этот ужасный огонь, оно начало светлеть и засверкало. С другой стороны я торопил желоба, а других послал на крышу тушить пожар, каковой из-за пущей силы этого огня начался еще пуще, а со стороны огорода я велел водрузить всякие доски и другие ковры и полотнища, которые защищали меня от воды. Глава семьдесят седьмая После того, как я исправил все эти великие неистовства, я при великим голосом говорил то тому, то другому, неси сюда, убери там, так что, увидав, что сказанное тесто начинает разжижаться, весь этот народ с такой охотой мне повиновался, что всякий делал за троих. Тогда я велел взять пол свинки олова, каковая весила около шестидесяти фунтов, и бросил ее на тесто в горне, каковое при остальной подмоге и дровами, и размешиванием то железами, то шестами, через небольшой промежуток времени оно стало жидким. И когда я увидел, что воскресил мертвого, вопреки ожидания всех этих невежд, ко мне вернулась такая сила, что я уже не замечал, есть ли у меня еще лихорадка или страх смерти. Вдруг слышится грохот с превеликим сиянием огня, так что казалось прямо-таки будто молния образовалась тут же в нашем присутствии. Из-за какого-то необычайно ужасающего страха всякий растерялся и я больше других. Когда прошел этот великий грохот и блеск, мы начали снова смотреть друг другу в лицо. И увидав, что крышка горно треснула и поднялась таким образом, что бронза выливалась, я тотчас же велел открыть отверстие моей формы и в то же самое время велел ударить по обеим втулкам. И увидав, что металл не бежит с той быстротой, как обычно, сообразив, что причина вероятно потому, что выгорела примесь благодаря этому страшному огню, я велел взять все мои оловянные блюда и чашки и тарелки, каковых было около двухсот, и одну за другой я их ставил перед моими желобами, а часть их велел бросить в горн. Так что, когда всякий увидел, что моя бронза отлично сделалась жидкой, и что моя форма наполняется, все усердно и весело мне помогали и повиновались, а я то здесь, то там приказывал, помогал и говорил, о Боже, ты, который твоим безмерным могуществом воскрес из мертвых и восславив зашел на небеса. Так что, вдруг моя форма наполнилась, ввиду чего я опустился на колени и всем сердцем возблагодарил Бога. Затем повернулся к блюду салата, которое тут было на скамеечке, и с большим аппетитом поел и выпил вместе со всем этим народом. Затем пошел в постель, здравый и веселый, потому что было два часа до рассвета. И как если бы я никогда ничем не болел, так сладко я отдыхал. Это моя добрая служанка, без того, чтобы я ей что-нибудь говорил, снабдила меня жирным коплуночком. Так что, когда я встал с постели, а было это около обеденного часа, она весело вышла ко мне навстречу, говоря, «О, тот ли это самый человек, который чувствовал, что умирает? Мне кажется, что эти тумаки и пинки, которых вы нам надавали нынче ночью, когда вы были такой бешеной, что при этом бесовском неистовстве, которое вы выказали, это ваша столь непомерная лихорадка, вероятно, испугавшись, чтобы вы не приколотили так же и ее, бросилось бежать». Итак, вся моя бедная семеюшка, отойдя от такого страха и от таких непомерных трудов, разом отправилась закупать взамен этих оловянных блюд и чашек всякую глиняную посуду, и все мы весело пообедали. И я не помню за всю свою жизнь, чтобы я когда-либо обедал с большим весельем или с лучшим аппетитом. После обеда пришли ко мне все те, кто мне помогал, каковы весело радовались, благодаря Бога, за все, что случилось, и говорили, что узнали и увидели такие вещи, каковы и другими мастерами считались невозможными. Так же и я с некоторой гордостью, считая себя чуточку сведущим, этим хвалился, и, взявшись за кошелек, всем заплатил и угодил. Этот злой человек, смертельный мой враг, миссер Пьер Франческо Ритчи, герцогский майордом, с великим усердием старался разузнать, как это все вышло. Так что те двое, о которых у меня было подозрение, что они мне устроили это тесто, сказали ему, что я не человек, а что я сущий великий дьявол. Потому что я сделал то, чего искусство не могло сделать. И столько других великих дел, каковых было бы слишком даже для дьявола. Так как они говорили много больше того, что произошло, быть может, в свое извинение, сказанный майор-дом тотчас же написал об этом герцогу, каковой был в Пизе, еще более ужасно и полное еще больших чудес, чем сами они ему сказали. Глава семьдесят восьмая герцога, оставив два дня остывать отлитую мною работу, я начал открывать ее потихоньку и нашел первым делом, что голова медузы вышла отлично, благодаря душникам, как я и говорил герцогу, что естество огня в том, чтобы идти кверху. Затем я продолжал открывать остальное и нашел, что другая голова, то есть персея вышла так же отлично, и она привела меня в гораздо большее удивление, потому что, как можно видеть, она намного ниже головы медузы. И так как отверстия сказанной работы были расположены над головой персея и у плеч, то я нашел, что с окончанием сказанной головы персея как раз кончилась вся та бронза, какая была у меня в горне. И было удивительным делом, что не осталось ничего в литейном отверстии, а также не получилось никакой недохватки. Так что это привело меня в такое удивление, что казалось прямо-таки, что это дело чудесное, поистине направленное и содеянное Богом. я продолжал кончать ее открывать и все время находил, что все вышло отлично, до тех пор, пока не дошло до ступни правой ноги, которая опирается, где я нашел, что пятка вышла, и, идя дальше, увидел, что вся она полна, так что я с одной стороны очень радовался, а с другой стороны я был этим почти что недоволен, единственное потому, что я сказал герцогу, что она не может выйти. Однако же, кончая ее открывать, я нашел, что пальцы не вышли у сказанной ступни, и не только пальц, но не хватало и повыше пальцев чуточку, так что недоставало почти половины. И хотя мне прибавилась эта малость труда, я был этим весьма доволен, лишь бы показать герцогу, что я знаю то, что я делаю. И хотя вышло гораздо больше этой ступни, нежели я думал, причиной тому было, что из-за сказанных столь различных обстоятельств металл нагрелся больше, чем дозволяет правило искусства, еще потому, что мне пришлось подсоблять ему примесью тем способом, как было сказано, этими оловянными блюдами, чего другие никогда еще не делали. И вот, увидев, что работа моя так хорошо вышла, я тотчас же отправился в Пизу повидать моего герцога. Каковой оказал мне столь милостивейший прием, какой только можно себе представить, и таковой же оказала мне и герцогиня. И хотя этот их майордом известил их обо всем, их светлостям показалось чем-то еще более поразительным и чудесным услышать, как я рассказываю об этом своим голосом. И когда я дошел до этой ступни Персея, которая не вышла, как я об этом известил заранее его высокую светлость, я увидел, как он исполнился изумления и рассказал об этом герцогине, как я это сказал ему раньше. И вот, увидев этих моих государей столь приветливыми ко мне, я тогда попросил герцога, чтобы он позволил мне съездить в Рим. И он благосклонно отпустил меня и сказал, чтобы я возвращался поскорее кончать его Персея и дал мне сопроводительное письмо к своему послу, каковым был Аверардо Сористори. И было это в первые годы папы Юлия де Монти. Джован Мария де Чокки дель Монте, избранный папой под именем Юлия Третьего, 1550-1550, годы. Глава 79 Прежде чем мне уехать, я отдал распоряжение моим работникам, чтобы они продолжали тем способом, как я им показал. А причиной, почему я ехал в Рим, было то, что, сделав Биндо, сыну Антонио, Альтовити, изображение его головы, величиной, как самое живье из бронзы, и, позлав его ему в Рим, это свое изображение он поставил в некий свой кабинет, каковой был весьма богато украшен древностями и другими красивыми вещами. Но сказанный кабинет не был сделан для извояний, а также и не для картин, потому что окна приходились ниже сказанных красивых работ, так что эти извояния и картины, получая свет наоборот, не имели того вида, каковой они имели бы, если бы они получали свой разумный свет. Биндо Альтовити, богатый римский купец, родом из Флоренции, покровительствовавший художником, скульптурный его портрет работы Челлини находится в музее Гарднер в Бостоне, писал Биндо и Рафаэль. Однажды случилось сказанному Биндо стоять у своих дверей, и так, как проходил Микель-Аньюло Буонаротти, воятель, то он его попросил, чтобы тот соблаговолил зайти к нему в дом, посмотреть некий его кабинет, и повел его. Как только тот вошел и увидел, он сказал, кто этот мастер, который вас изобразил так хорошо и в такой прекрасной манере? И знайте, что эта голова мне нравится так же и даже больше немного, чем эти античные, а между тем среди них видны хорошие. И если бы эти окна были выше, чем они, как сейчас они ниже, чем они, то они имели бы тем больше вида, что это ваше изображение среди этих столь прекрасных произведений снискало бы великую честь. Как только сказанный Микель Аньоло вышел из дома сказанного Биндо, он написал мне любезнейшее письмо, каковое гласило так «Мой бенвенуто». «Я вас знал столько лет как величайшего золотых дел мастера, который когда-либо был известен. А теперь я буду вас знать как такого же воятеля. Знаете, что миссер Биндо Альтовити свел меня посмотреть голову своего изображения из бронзы и сказал мне, что она вашей руки. Она доставила мне большое удовольствие. Но мне было бы очень досадно, что она поставлена в плохом свете, потому что если бы она получала свой разумный свет, она являла бы себя тем прекрасным произведением, какое она есть. Это письмо было полно самых сердечных слов и самых благосклонных ко мне. И прежде чем мне уехать, чтобы отправиться в Рим, я его показал герцогу, каковой прочел его с большим сочувствием и сказал мне «Бенвенуто», если ты ему напишешь, и придашь ему охоту вернуться во Флоренцию, я его сделаю одним из сорока восьми. Совет сорока восьми, Флорентийский Сенат, был создан в 1532 году, но Микеланджело, к неудовольствию герцога, всякий раз отказывался от вхождения в него, мотивируя это возрастом и многочисленными рабочими обязательствами в Риме. Итак, я написал ему самое сердечное письмо и в нем наговорил ему от имени герцога в сто раз больше того, что мне было поручено, и чтобы не сделать ошибки, показал его герцогу, прежде чем запечатать, и сказал его высокой светлости «Государь, я, может быть, наобещал ему слишком?» Он ответил и сказал «Он заслуживает большего, чем ты ему обещал, и я ему исполню это с избытком». На это мое письмо Микель Анвелло так и не дал никакого ответа, и поэтому герцог показал мне себя очень рассерженным на него. Глава восьмидесятая Когда я прибыл в Рим, я пошел поселиться в доме у сказанного Биндо Альтовити, и тотчас же он мне сказал, как он показывал свое бронзовое изображение Микель Анвелло, и что тот его так хвалил. Так мы об этом весьма долго беседовали. А так как у него на руках было моих денег тысяча двести золотых скуда золотом, каковые сказанный Биндо от меня имел в числе пяти тысяч подобных, которыми он ссудил герцога, причем четыре тысячи из них были его, и от его же имени были и мои, и мне он давал ту прибыль на мою долю, какая мне причиталась, что и было причиной, почему я принялся делать ему сказанное изображение. И так как когда сказанный Биндо увидел его в воске, он послал мне дать пятьдесят золотых скуда через некоего своего сэр Джулиана Паккали нотариуса, который у него жил, каковых денег я не захотел у него брать, и через того же самого ему их отослал, потом сказал сказанному Биндо, «С меня довольна, что эти мои деньги вы мне держите живыми, и что они мне приносят кое-что». Я увидел, что у него плохая душа, потому что вместо того, чтобы меня обласкать, как он это обычно делал, он показал себя сухим со мной. И хоть он и держал меня у себя в доме, он ни разу не показал себя со мной ясным, а ходил надутым. Все ж таки мы в немногих словах дело порешили. Я потерял свою работу над этим его изображением и бронзу также, и мы условились, что эти мои деньги он оставит себе из 15% на срок естественной моей жизни. Обещанные деньги выплатили Челине лишь сыновья Биндо. Глава 81 Прежде всего я пошел поцеловать ноги папе. И пока я беседовал с папой, подоспел мессер Аверардо Сиристори, каковой был послом нашего герцога. И так как я завел некие речи с папой, каковыми мне кажется, что я легко договорился бы с ним и охотно вернулся в Рим, из-за великих трудностей, которые у меня были во Флоренции, то сказанный посол я заметил, что он уже воздействовал наперекор. Я пошел повидать Микелангело Буонаротти и повторил ему то письмо, которое из Флоренции я ему написал от имени герцога. Он мне ответил, что занят на постройке святого Петра и что по этой причине он не может уехать. Тогда я ему сказал, что так как он уже порешил с моделью сказанной постройки, то он может оставить своего Урбино, каковы отлично повинуются всему, что он ему прикажет, и прибавил много других слов обещания, говоря их ему от имени герцога. Урбино Франческо де Бернардино де Амадоре де Костель Дуранте Верный, но весьма посредственный ученик Микеланджело Он вдруг взглянул на меня пристально и, улыбаясь, сказал, «А вы как им довольны?» «Хотя я сказал, что предоволен и что меня очень хорошо содержит, он показал, что знает большую часть моих неприятностей. И так он мне ответил, что ему было бы трудно получить возможность уехать. Тогда я прибавил, что он сделал бы лучше всего, если бы вернулся на свою родину, каковая управляется государем справедливейшим и большим любителем искусств, чем какой-либо другой государь, который когда-либо рождался на свет». Как я уже выше сказал, у него был некий его подмастерье, который был из Урбино, каковой жил у него много лет и служил ему скорее как мальчик и как служанка, чем как кто-либо другой. И поэтому видно было, что сказанный ничему не научился в художестве. И так как я прижал Микель Ангело столькими здравыми доводами, что он не знал, что ему тотчас же ответить, то он повернулся к своему Урбино, как будто спрашивая его, что он об этом думает. Этот его Урбино тотчас же на этакий мужицкий лад при великим голосом так сказал, «Я никогда не хочу расставаться с моим мессер Микель Ангело, пока мист или я не сдеру с него кожу, или он с меня не сдерет». При этих дурацких словах я был вынужден засмеяться и, не попрощавшись с ним, понурив плечи, повернулся и ушел. Глава восемьдесят вторая После того, как я так плохо обделал свое дело с Биндо Альтовитти, потеряв мою бронзовую голову и отдав ему мои деньги на всю мою жизнь, мне стало ясно, какого рода купеческая совесть. И так вот, недовольный, я вернулся во Флоренцию. Я тотчас же пошел во дворец представиться герцогу, а его высокая светлость был в Кастелло у Понте А Рифреди. Знаменитая вилла в нескольких милях от Флоренции. Я застал во дворце миссер Пьер Франческо Риччи майор дома, и когда я хотел подойти к сказанному, чтобы учинить обычные приветствия, он вдруг с непомерным удивлением сказал «О, ты вернулся?» И с тем же удивлением всплеснув руками сказал «Герцог в Кастелло» и, повернувшись ко мне спиной, ушел. Я не мог ни знать, ни угадать, почему этот скотина учинил подобные действия. Я тотчас же отправился в Кастелло, и, войдя в сад, где был герцог, я увидел его издали, что, когда он меня увидел, он выказал удивление и велел мне сказать, чтобы я ушел. Я, который сулил себе, что его светлость учинит мне такие же ласки и даже еще большие, чем он учинил мне, когда я уезжал, видя вдруг такую странность, весьма недовольный вернулся во Флоренцию. И, принявшись снова за свои дела, торопясь привести к концу свою работу, я не мог себе представить, откуда такой случай мог произойти. Но только наблюдая, каким образом на меня смотрит миссер Сфорца и некоторые другие из более близких к герцогу, мне пришла охота спросить у миссер Сфорца, что это должно значить. Каковой, улыбнувшись, я так сказал, «Бенвенута, старайтесь быть честным человеком, а об остальном не заботьтесь». Несколько дней спустя мне было дано удобство, чтобы я поговорил с герцогом, и он учинил мне некие хмурые ласки и спросил меня о том, что делается в Риме. И вот я, насколько умел, повел речь и сказал ему про голову, которую я сделал из бронзы для Биндо Альтовити со всем тем, что воспоследствовало. Я заметил, что он меня слушает с большим вниманием и сказал ему равным образом про Буанаротти все, каковой выказал некий гнев, а над словами его Урбино, над этим сдиранием кожи, о котором тот сказал, громко посмеялся, затем сказал, тем хуже для него, и я ушел. Несомненно, что этот сэр Пьер Франческо Майордом сослужил некую злую службу против меня перед герцогом, какова ему не удалась, потому что Бог, любитель правды меня защитил, так же, как всегда, вплоть до этих моих лет, от стольких безмерных опасностей меня избавлял, и надеюсь, что избавит меня вплоть до конца этой моей, хоть и многотрудной жизни. Я все-таки иду вперед единственно его могуществом, смело, и не страшит меня никакая ярость судьбы или превратных звезд, лишь бы сохранил ко мне Бог свою милость. Глава 83 Теперь послушай ужасное происшествие, любезнейший читатель. Со всем усердием, с каким я умел и мог, я старался кончать мою работу, а по вечерам ходил побеседовать в герцогскую скарбницу, помогая тем золотых дел мастерам, которые там работали для его высокой светлости, потому что большая часть тех работ, которые они делали, была по моим рисункам. И так как я видел, что герцог находит большое удовольствие как в том, чтобы смотреть на работу, так и в том, чтобы потолковать со мной, то мне случалось также ходить туда иной раз и днем. Когда как-то раз среди прочих я находился в сказанной скарбнице, герцог пришел как обычно, и тем более охотно, что его высокая светлость узнал, что я там. И как только он вошел, он начал рассуждать со мною о всяких разнообразных и приятнейших вещах, и я ему отвечал подстать, и так его очаровал, что он выказал себя еще приветливее со мной, чем когда-либо выказывал себя в прошлом. Вдруг явился один из его секретарей, каковой сказал что-то на ухо его светлости, и так как дело было должно быть большой важности, то герцог тотчас же встал и вышел в другую комнату со сказанным секретарем. А так как герцогиня послала взглянуть, что делает его высокая светлость, то паш сказал герцогине, герцог разговаривает и смеется с бенвенута и в самом хорошем расположении. Услышав это, герцогиня тотчас же пришла в скарбницу и, не застав там герцога, присела рядом с нами. И, посмотрев немного, как работают, с большой приветливостью повернулась ко мне и показала мне нить жемчужин крупных и поистине редкостнейших. И так как она меня спросила, как они мне кажутся, то я ей сказал, что эта вещь очень красивая. тогда ее высокая светлость сказала мне, я хочу, чтобы герцог мне ее купил, так что, бенвенута, расхвали ее герцогу, как только умеешь и можешь. На эти слова я со всею, какой умел почтительностью, открылся герцогине и сказал, государыня моя, я думал, что это жемчужная нить вашей высокой светлости, и так как разум не велит, чтобы говорилось что-либо из того, что, зная, что она не вашей высокой светлости, мне приходится сказать, и даже необходимо, чтобы я сказал, то пусть ваша высокая светлость знает, что благо это всячески мое 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 ремесло, я вижу в этих жемчужинах премного недостатков, из-за каковых я никогда бы вам не посоветовал, чтобы ваша светлость их покупала. На эти мои слова она сказала, торговец мне ее отдает за шесть тысяч скудо, а если бы у нее не было некоторых этих маленьких недостатков, то она бы стоила больше двенадцати тысяч. Тогда я сказал, что если бы даже эта нить была самой бесконечной добротности, я и то бы никогда никому не посоветовал, чтобы он доходил до пяти тысяч скудо, потому что жемчуга это не драгоценные камни, жемчуга это рыбья кость, и с течением времени они теряют цену, а алмазы и рубины и изумруды не стареют и сапфиры, эти четыре драгоценные камни, и их-то и надобно покупать. На эти мои слова чуточку усердитая герцогиня мне сказала, а я хочу эти жемчуга, и поэтому я прошу тебя, чтобы ты снес их герцогу и расхвалил их, как только можешь и умеешь, и даже если бы тебе пришлось сказать чуточку неправды, скажи ее, чтобы оказать мне услугу, и благо тебе будет. Я, который всегда был превеликим другом истины и врагом неправды, и, будучи в необходимости, желая не утратить милости столь великой государыне, взял недовольный эти проклятые жемчуга и пошел с ними в ту другую комнату, куда удалился герцог. Каковой, как только меня увидел, сказал, о, бенвенута, что ты тут делаешь? Раскрыв эти жемчуга, я сказал, государь мой, я пришел показать вам прекраснейшую жемчужную нить, редкостнейшую и поистине достойную вашей высокой светлости. И для восьмидесяти жемчужин я не думаю, чтобы когда-либо было столько подобрано, которые имели бы лучший вид в одной нити. Так что купите их, государь, потому что они изумительны. Герцог тотчас же сказал, я не хочу их покупать, потому что не такие это жемчуга и не такой добротности, как ты говоришь, и я их видел, и они мне не нравятся. Тогда я сказал, простите меня, государь, но эти жемчуга превосходят бесконечной красотой все жемчуга, которые когда-либо были нанизаны на нить. Герцогиня встала и стояла за дверью и слышала все то, что я говорил, так что когда я наговорил в тысячу раз больше того, что я пишу, герцог повернулся ко мне с благосклонным видом и сказал мне, о мой бенвенуту, я знаю, что ты отлично в том разбираешься, и если бы эти жемчуга были с теми столь редкими достоинствами, которые ты им приписываешь, то для меня не составило бы труда купить их, как для того, чтобы угодить герцогине, так и для того, чтобы их иметь, потому что подобного рода вещи мне необходимы не столько для герцогини, сколько для других моих надобностей, моих сыновей и дочерей. И я на эти его слова, раз уже начав говорить неправду, с еще большей смелостью продолжал ее говорить, придавая ей наибольшую окраску истины, дабы герцог мне поверил и полагаясь на герцогиню, что она вовремя должна мне помочь. И так как мне причиталось больше двухсот скуда, устроя такую сделку, и герцогиня мне на это намекнула, то я решил и расположился не брать ни одного сольда, единственно ради собственного спасения, дабы герцог никогда не мог подумать, будто я это делаю из жадности. Снова герцог с приветливейшими словами начал говорить мне, я знаю, что ты отлично в этом разбираешься, поэтому, если ты тот честный человек, который я всегда думал, что ты есть, то скажи мне правду. Тогда с покрасневшими глазами и ставшими слегка влажными от слез, я сказал, государь мой, если я скажу правду вашей высокой светлости, то герцогиня станет мне смертельнейшим врагом, и поэтому я буду вынужден уехать с Богом, и честь моего Персея, какового я обещал этой благороднейшей школе вашей высокой светлости, тотчас же враги мои меня опозорят, так что я припоручаю себя вашей высокой светлости. Глава восемьдесят четвертая Герцог, увидав, что все то, что я сказал, мне было велено сказать, как бы насильно, сказал, если ты мне доверяешь, то ни о чем не беспокойся. Снова я сказал, увы, государь мой, как это может быть, чтобы герцогиня про это не узнала? На эти мои слова герцог поднял руку и сказал, считай, что ты их похоронил в алмазном ларчике. В оригинале сказано, поднял правую руку. В алмазном ларчике, то есть в шкатулке для драгоценностей, то есть в полном секрете. На эти достойные слова я тотчас же сказал правду о том, что я думаю об этих жемчугах и что они немногим больше стоят, чем две тысячи скуда. Услыхав герцогиня, что мы смолкли, потому что мы говорили, насколько можно выразить тихо, она вошла и сказала, «Государь мой, пусть ваша светлость купит мне, пожалуйста, эту жемчужную нить, потому что мне ее премного хочется, и ваш Бен-Вен-Уто говорит, что он никогда не видел более красивой». Тогда герцог сказал, «Я не хочу ее покупать». «Почему, государь мой, ваша светлость не хочет сделать мне удовольствие купить эту жемчужную нить?» «Потому что мне не нравится выбрасывать деньги». Герцогиня снова сказала, «О, как же это выбрасывать деньги, когда ваш Бен-Вен-Уто, которому вы заслуженно так доверяете, мне сказал, что это значит выгодать больше трех тысяч скудо». Тогда герцог сказал, «Государыня, мой Бен-Вен-Уто сказал мне, что если я их куплю, то я выброшу свои деньги, потому что эти жемчужины и не круглые, и не ровные, и среди них много старых, и что это правда, так посмотрите эту, и вот эту, и посмотрите здесь, и тут, так они мне не подходят». При этих словах герцогиня взглянула на меня с самой недоброй душой и, погрозив мне головой, ушла оттуда, так что я был совсем искушаем уехать себе с Богом и развязаться с Италией. Но так как мой Персей был почти окончен, то я не захотел приминуть извлечь его наружу. Но да посудит всякий человек, в каком тяжком испытании я находился. Герцог приказал своим привратникам в моем присутствии, чтобы они всегда пускали меня входить в комнаты и где бы его светлость ни был. А герцогиня приказала им же, чтобы всякий раз, как я приду в этот дворец, они гнали меня прочь. Так что, когда они меня видели, они тотчас же отходили от этих дверей, и гнали меня прочь. Но они остерегались, чтобы герцог их не видел, так что, если герцог замечал меня раньше, чем эти несчастные, то он либо подзывал меня, либо делал мне знак, чтобы я уходил. герцог герцог ему, чтобы он убирался прочь. Тогда сказанный мошенник, этим своим голосищем, который у него гудел через его ослиное носище, сказал, ах, государь мой, купите эту нить для этой бедной государыни, каковая по ней умирает от желания и не может жить без нее. И, присоединяя много других своих дурацких разглагольствований и, надоев герцогу, тот ему сказал, «Или ты убирайся прочь, или ты надуйся разок», то есть надуй щеки, дабы герцог мог закатить ему пощечину. Этот скверный мошенник, который отлично знал, что он делает, потому что, если, либо надувшись, либо спев «Ла Белла Францисчина», он бы мог добиться, чтобы герцог сделал эту покупку, то он зарабатывал милость герцогине и, вдобавок, свой куртаж, каковой составлял несколько сот скудо, и он надулся. Герцог дал ему несколько затрещин по этим его мордасам, и, чтобы он убрался прочь, дал ему немного сильнее, нежели то обычно делал. «Ла Белла Францисчина», распространенная тогда народная песня. При этих сильных ударах по этим его мордасам не только они стали слишком красными, но по ним покатились и слезы. С каковыми он начал говорить, «Эх, государь, вот верный ваш слуга, каковой старается поступать хорошо и соглашается сносить всякого рода неприятности, лишь бы эта бедная государыня была довольна». Так как слишком уж надоел герцогу этот человечишко, то и ради пощечин, и ради любви к герцогине, каковой его высокая светлость всегда желал угождать, он вдруг сказал, «Убирайся прочь ко всем бедам, которые пошли тебе, Господь, и ступай, купи ее, потому что я согласен сделать все, что хочет государыня герцогиня». И вот здесь познается ярость злой судьбы против бедного человека, и как постыдная судьба благоволит негодяю». «Я утратил всю милость герцогине, что было изрядной причиной того, что я лишился милости герцога. И он заработал себе этот крупный куртаж и милость их, так что недостаточно быть человеком честным и даровитым». Глава 85 В это время разразилась Сиенская война. Враждебная Флоренция Сиена, поддержанная французским королем Генрихом II, восстала 1552 год, изгнала испанский гарнизон и начала военные действия под командованием Пьеру Строцци, вернувшегося из Франции против Флоренции. Война кончилась поражением и взятием Сиены апрель 1555 года. И герцог, желая укрепить Флоренцию, распределил ворота между своими воятелями и зодчими, причем мне были назначены ворота Прато и воротца над Арно, что на лугу, как идти к мельницам, кавалеру Банденелло ворота Сан-Фриано, ворота Сан-Фриано Сан-Фредиано, Пасквалино Д'Анкона ворота Сан-Пьер Гаттолини Пасквалино Д'Анкона Пасквалино Бони Сыну Баджо Д'Анньоло Деревщику ворота Сан-Джорджо Партичино Деревщику ворота Санто-Никколо Франческо Д'Ангалло Воятелю по прозванию Марголло даны были ворота Крочи А Джоанн Батиста называемому Тассо даны были ворота Пинти Итак, некоторые другие бастионы и ворота разным инженерам каковых я не помню да они мне и ни к чему Франческо Д'Ангалло сын знаменитого архитектора Джулиано Д'Ангалло с подвижника Рафаэля по строительству собора Святого Петра Герцог, у которого действительно всегда было хорошее понимание сам, собственно, лично обошел весь город и когда его высокая светлость хорошо осмотрел и решился то он призвал Латанцио Горини каковой был у него расходчиком и так как также этот Латанцио любительствовал немного по этой части то его высокая светлость велел ему начертить все те способы по которым он желал чтобы были укреплены сказанные ворота и каждому из нас послал начерченными его ворота так что когда я увидел те которые касались до меня и так как мне казалось что способ их не такой как надо и даже весьма неправильный то я тотчас же с этим чертежом в руке отправился к моему герцогу и когда я пожелал показать его светлости недостатки этого чертежа мне данного то не успел я начать говорить как герцог взбешенный повернулся ко мне и сказал бенвенута по части отличного выделывания фигур я уступлю тебе но по этой части я хочу чтобы ты уступил мне так что соблюдай чертеж который я тебе дал на эти грозные слова я отвечал как только умел благостно и сказал опять-таки государь мой и хорошему способу выделывать фигуры я научился от вашей высокой светлости потому что мы всегда это обсуждали немного с вами так и об этом укреплении вашего города что гораздо важнее чем выделывание фигур я прошу вашу высокую светлость чтобы она соизволила меня выслушать и в такой беседе с вашей светлостью она лучше сможет показать мне тот способ каким я должен ей услужить так что при этих моих обходительнейших словах он благосклонно принялся обсуждать со мной и когда я доказал его высокой светлости живыми и ясными доводами что тем способом как он мне начертил будет нехорошо то его светлость сказал мне ну так ступай и сделай чертеж ты а я посмотрю понравится ли он мне и так я сделал два чертежа сообразно истинному способу укрепить эти двое ворот и понес их ему и распознав верное от неверного его светлость приветливо мне сказал ну так ступай и делай по-своему потому что я согласен тогда я с великим усердием начал глава восемьдесят шестая был на страже у ворот прато один ломбарский капитан это был человек сложения страшно могучего и речами весьма грубыми и был он заносчив и преневежествен этот человек тотчас же начал меня спрашивать что я собираюсь сделать на что я любезно показал ему мои чертежи и с крайним трудом стал ему объяснять тот способ которого я хотел держаться а этот грубый скотина то покачивал головой то поворачивался и сюда и туда меняя то и дело положение ног покручивая усы которые у него были превеликие и то и дело натягивал себе отворот шляпы на глаза говоря то и дело черт проклятый не понимаю я этой твоей затеи так что этот скотина мне надоел и я сказал так предоставьте ее мне потому что я ее понимаю и когда я повернулся к нему спиной чтобы идти по своим делам этот человек начал грозить головой и левой рукой положив ее на рукоять своей шпаги он слегка приподнял ее спорил с тобой до крови я повернулся к нему в великом гневе потому что он меня рассердил и сказал мне будет стоить меньше труда поспорить с тобой чем сделать этот бастион и эти ворота в один миг мы оба схватились за наши шпаги и не успели мы их обнажить как вдруг двинулось множество честных людей как наших флорентинцев так и других придворных и большая часть изругала его говоря ему что он неправ и что я такой человек который бы с ним посчитался и что если бы герцог это узнал то горе ему так он ушел по своим делам а я начал мой бастион и когда я устроил сказанный бастион я пошел к другим воротцам над Арно где я застал одного капитана из Чезены самого милого обходительного человека какого я когда-либо знавал по этому ремеслу он был похож на молодую барышню а при случае это был мужчина из самых храбрых и величайший головорез какого только можно вообразить этот милый человек так за мной ухаживал что много раз заставлял меня стыдиться он желал понять и я любезно ему показывал словом мы старались учинить кто учинит друг другу наибольшие ласки так что я сделал лучше этот бастион чем тот гораздо когда я почти что кончил мои бастионы то так как некие люди этого пьеру стротцы учинили набег округа прата так перепугалась что вся она стала выселяться и по этой причине все телеги этой округи приезжали нагруженные потому что всякий вез свое имущество в город и так как телеги задевали друг за друга каковых была превеликая бесконечность то видя подобный беспорядок я сказал стражу ворот чтобы они следили чтобы у этих ворот не приключился такой же беспорядок как случилось у ворот в Турине потому что если бы потребовалось прибегнуть к опустной решетке то она не смогла бы сделать свое дело ибо осталось бы висеть на одной из этих самых телег в 1543 году когда французы находились в Турине один из командиров осаждавших город императорских войск попытался увезти своих солдат в город спрятав их в повозках с фуражом для осажденных но замысел был вовремя раскрыт и предохранительные решетки были спущены сразу за прошедшими повозками спрятанные в них солдаты были перебиты услышав эти мои слова этот скотинищий капитан повернулся ко мне с поносными словами и я ему ответил тем же так что мы учинили бы много хуже чем тот первый раз однако же нас развели и я окончив мои бастионы получил несколько скуды неожиданно что было мне кстати и охотно вернулся кончать моего Персея так как в эти дни были найдены некие древности в округе Ореццо среди каковых была химера то есть тот самый бронзовый лев какового можно видеть в комнатах рядом с большой дворцовой залой и вместе со сказанной химерой было найдено множество маленьких статуэток также из бронзы каковые были покрыты землей и ржавчиной и у каждой из них не хватало либо головы либо рук либо ног то герцог находил удовольствие в том чтобы очищать их себе самолично некоими чеканчиками как у золотых дел мастеров Химера ныне хранится во Флорентийском музее археологии случилось что мне довелось говорить с его высокой светлостью и пока я с ним беседовал он подал мне маленький молоточек каковым я и постукивал по этим чеканчикам которые герцог держал в руке и таким образом сказанные фигурки опрастывались от земли и ржавчины проведя так еще несколько вечеров герцог поставил меня на работу и я начал доделывать те члены которых не хватало сказанным фигуркам и так как его светлость находил такое удовольствие в этих маленьких вещичках то он заставлял меня работать так же и днем и если я медлил прийти то его высокая светлость посылал за мной много раз я заявлял его светлости что если я буду отклоняться днем от Персея то от этого воспоследует несколько неудобств и первое которое больше всего меня пугало было то как бы то большое время которое я видел что берет моя работа не было причиной тому чтобы надоесть его высокой светлости как оно потом со мной и случилось другое было то что у меня было несколько работников и когда я не присутствовал то они учиняли два значительных неудобства и первое было то что они мне портили мою работу а другое что они работали насколько можно меньше так что герцог согласился чтобы я приходил только после двадцати четырех часов и я так удивительно ублажил к себе его высокую светлость что вечером когда я являлся к нему всякий раз он мне усугублял ласки в эти дни строились эти новые покои в сторону львов то есть выходили на улицу львов виа-де-льони так что его светлость желая удаляться в более потаенные места велел для себя устроить некую комнатку в этих покоях сделанных вновь а мне приказал чтобы я ходил через его скарбницу откуда я проходил тайком по галерее большой залы и некоими закоулками шел в сказанную комнатку совсем тайком однако же по прошествии немногих дней герцогиня меня этого лишила велев запереть все эти мои удобства так что всякий вечер что я являлся во дворец мне приходилось долго ждать благодаря тому что герцогиня находилась в тех передних где мне надо было пройти за своими удобствами и так как она была хворая я туда не являлся ни разу без того чтобы ее не побеспокоить герцогиня страдала какой-то хронической болезнью прожила до 1562 герцога не то по этой не то по другой причине я стал ей до того в тягость что она ни с какой стороны не могла выносить моего вида и при всей этой великой для меня докуки и бесконечной неприятности я терпеливо продолжал ходить туда а герцог такого рода отдал особые приказания что как только я стучался в эти двери то мне отворяли и не говоря мне ничего меня впускали повсюду так что случалось иногда что входя тихонько неожиданно в эти потаенные комнаты я заставал герцогиню за ее удобствами каковая тотчас же разражалась такой бешеной яростью на меня что я пугался и всякий раз говорила мне когда же ты кончишь чинить эти маленькие фигурки потому что это твое хождение мне слишком уж надоело каково я благостно отвечал государыня единственная госпожа моя я ничего не желаю другого как только верно и с крайней покорностью служить вам и так как эти работы которые назначил мне герцог продлятся много месяцев то пусть ваша высокая светлость мне скажет если она не желает больше чтобы я сюда приходил я сюда не буду приходить никоим образом и пусть зовет кто хочет а если меня позовет герцог то я скажу что чувствую себя плохо и никоим образом не явлюсь сюда на эти мои слова она говорила я не говорю чтобы ты не приходил сюда и не говорю чтобы ты не слушался герцога но только мне кажется что этим твоим работам никогда не будет конца не то герцог об этом что-нибудь прослышал не то по-другому это было но только его светлость начал опять когда близилось к двадцати четырем часам он посылал меня звать и тот кто приходил меня звать всякий раз говорил мне смотри непременно приходи потому что герцог тебя ждет и так я продолжал с теми же самыми трудностями несколько вечеров и однажды вечером когда я вошел как обычно герцог который разговаривал с герцогиней о вещах должно быть тайных повернулся ко мне с величайшей на свете яростью и когда я немного испугавшись хотел было удалиться он вдруг сказал войди мой бенвенута и ступай к своей работе а я через малость приду побыть с тобой в то время как я проходил меня схватил за плащ сеньор дон грация мальчонок малых лет и стал учинять со мной самые забавные шуточки какие может учинять такой малыш так что герцог удивляясь сказал о какая забавная дружба у моих сыновей с тобой дон грация в 1554 году ему было семь лет надо не грация а гарция младший сын герцога Козима первого глава 88 в то время как я работал над этими малой важности пустяками принц и дон Джованни и дон Арнандо и дон грация весь вечер были около меня и тайком от герцога меня теребили так что я просил их чтобы они уж пожалуйста стояли смирно принц старший сын Франческо наследовавший отцу в 1574 году дон Джованни прозванный кардиналом умер в 1562 году вскоре после дона гарция при обстоятельствах которые Альфьери называл пригодными для трагедии дон Арнандо Фердинандо ставший великим герцогом после смерти своего брата Франческо в 1587 году они мне отвечали говоря мы не можем и я им сказал чего нельзя того не желают поэтому продолжайте тут вдруг герцог и герцогиня разразились смехом в другой вечер окончив эти четыре бронзовых фигурки которые вделаны в подножие каковы и сутью сутью петербург и сутью дон и мать персея со своим персейчиком сидящим у ее ног велев их отнести в сказанную комнату где я работал по вечерам я их расставил в ряд слегка приподнятыми выше глаз так что они являли чудеснейшее зрелище вделаны в подножие в подножие статуи персея когда герцог об этом услышал он пришел немного раньше чем обычно и так как та особа которая доложила его высокой светлости должно быть поставила их много выше того чем они были потому что она ему сказала лучше чем античные и тому подобные вещи то герцог мой пришел вместе с герцогиней весело беседуя все о моей работе и я тотчас же встав пошел им навстречу каковой с этой своей герцогской и красивой приветливостью поднял правую руку в каковой он держал шпалерную грушу самую большую какая только видана и красивейшую и сказал возьми мой бенвенута посади эту грушу в саду твоего дома на эти слова я учтиво ответил о государь мой ваша высокая светлость говорит взаправду чтобы я ее посадил в саду моего дома снова сказал герцог в саду дома который твой понял ты меня тогда я поблагодарил его светлость а равно и герцогиню со всей той наилучшей обходительностью с какой только умел затем оба они уселись напротив сказанных фигурок и два с лишним часа ни о чем другом не говорили как только о прекрасных этих фигурках так что герцогине их до того непомерно захотелось что она мне сказала я не хочу чтобы эти прекрасные фигурки затерялись на этом подножии внизу на площади где они подвергались бы опасности быть попорченными я хочу чтобы ты мне их приладил в какой нибудь моей комнате где они будут храниться с тем уважением какого заслуживают их редчайшие достоинства на эти слова я воспротивился многими бесконечными доводами и видя что она решила чтобы я их не помещал на подножие где они сейчас я подождал следующего дня пошел во дворец в 22 часа и увидав что герцог и герцогиня уехали верхом я уже приготовив мое подножие велел снести вниз сказанные фигурки и тотчас же их припаял как они должны были стоять о когда герцогиня это узнала ее одолела такая злоба что если бы не герцог который приискусно мне помог мне пришлось бы весьма плохо и из-за той своей злобы за жемчужную нить и из-за этой она сделала так что герцог отстал от этого маленького удовольствия что было причиной того что мне не надо было больше ходить туда и я тотчас же вернулся к тем же самым прежним трудностям касательно входа во дворец глава 89 я вернулся к лоджии куда я уже велел перенести Персея и кончал его с уже сказанными трудностями то есть без денег и со столькими другими приключениями что и половина их устрашила бы человека в адамантовой броне я вернулся к лоджии то есть лоджии Дей Ланци на пьяце Синьория продолжая однако же дальше по моему обыкновению раз как-то утром прослушав обедню у Сан-Пьеро Скераджо мимо меня прошел Бернардоне Маклер золотых дел мастеришка и по доброте герцога он был поставщиком монетного двора и чуть только он вышел из церковных дверей этот свинья испустил четыре залпа каковые должно быть слышно было у Сан-Минято то есть у церкви расположенной на другом берегу Арно каковому я сказал ах ты свинья лодырь осел это вот и есть гром твоих грязных талантов и побежал за палкой каковой живо удалился в монетный двор а я стоял в пролете моей двери а наружу держал одного моего мальчишку чтобы он подал мне знак когда этот свинья выйдет из монетного двора монетный двор находился поблизости сразу за лоджио дейландси и вот увидав что я прождал долго и так как мне стало надоедать и так как поулеглась эта маленькая злость то рассудив что бьешь не по уговору так что из этого могло бы произойти какое-нибудь неудобство я решил отомстить другим способом и так как случай этот был незадолго до праздника нашего святого Иоанна за день или задва то я на него написал эти четыре стиха и прикрепил их на углу церкви где мочились и испражнялись и гласили они так здесь Бернардоне спит осел скотина шпион вор маклер в чьем вместила теле пандора все дурное и отсели возрос буачо бык и дурачина врач и биограф Козима первого Батчо Бальдини случай этот и стихи дошли до дворца и герцог и герцогиня им посмеялись и раньше чем он это заметил остановилось великое множество народу и подняло величайший на свете смех и так как они смотрели в сторону монетного двора и уставляли глаза на Бернардоне то заметив это его сын мастру Батчо тотчас же с великим гневом его сорвал и укусил себя палец грозясь этим своим голосенком каковой выходил у него через нос он учинил великое стращание герцог 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 узнал что вся моя работа с персеем может быть показана как оконченная однажды он пришел ее посмотреть и показал многими явными знаками что она удовлетворяет его превесьма и обернувшись к некоим господам которые были с его высокой светлостью сказал при всем том что эта работа кажется мне очень красивой она должна понравиться и народу поэтому мой бенвенуто прежде чем ты ей придашь последнее окончание я бы хотел чтобы ради меня ты мне открыл немного эту переднюю сторону на полдня на мою площадь чтобы посмотреть что говорит народ потому что нет сомнения что если видеть ее таким вот образом стесненной или если видеть ее на открытом поле то она будет иметь другой вид чем она имеет такой вот стесненной на эти слова я смиренно сказал его высокой светлости знаете государь мой что она будет иметь вид вдвое лучший о разве не помнит ваша высокая светлость как она ее видела в саду моего дома в каковом она имела на таком большом просторе такой отличный вид что через сад невинных младенцев на нее пришел посмотреть бандинелло и при всей его дурной и сквернейшей природе она его принудила и он сказал про нее хорошо который никогда ни о ком не сказал хорошо за всю свою жизнь я вижу что ваша высокая светлость слишком ему верит на эти мои слова усмехнувшись немного сердито он все же со многими приветливыми словами сказал сделай сделай это мой бен винуто единственно ради маленького мне удовлетворения и когда он ушел я начал распоряжаться чтобы открыть и так как не хватало кое-какой малости золота и кое-какого лака и других таких мелочей которые требуются для окончания работы то я сердито ворчал и сетовал проклиная тот злосчастный день который был причиной того что привел меня во Флоренцию потому что я уже видел превеликую и верную потерю которую я понес со своим отъездом из Франции и еще не видал и не знал какого рода я должен ожидать добра с этим моим государем во Флоренции потому что от начала до середины до конца вечно все то что я делал делалось к великому моему вредному ущербу и так недовольный на следующий день я ее открыл но как Богу было угодно как только ее увидели поднялся такой непомерный крик в похвалу сказанной работе что было причиной того что я немного утешился и народ не переставал постоянно привешивать к створкам двери которые была немного завешана пока я ее кончал в главке о распри с Бондинелли хорошо рассказано об обычае расклеивать хвалебные или хулительные стихи я скажу что в тот самый день как она пробыла несколько часов открытой было привешено больше двадцати сонетов все в непомернейшую похвалу моей работе после того как я снова ее закрыл мне каждый день привешивали множество сонетов и латинских стихов и греческих стихов потому что были каникулы в пизанской школе и все эти превосходнейшие ученые и ученики состязались друг с другом но что давало мне наибольшее удовлетворение с надеждой на наибольшее мое благополучие по отношению к моему герцогу это было то что люди искусства то есть воятели и живописцы так же и они состязались кто лучше скажет каникулы в пизанской школе то есть в пизанском университете и среди прочих что я оценил особенно был искусный живописец якопо да пунторно а еще более его превосходный брондизино живописец который мало того что велел привесить их несколько но еще и прислал мне со своим сандрино ко мне на дом каковые говорили столько хорошего на этот его прекрасный лад каковой есть редкостнейший что это было причиной того что я немного утешился и так я снова ее закрыл и торопился ее кончить якопо да пунторно якопо да понтормо 1494 1556 выдающийся флорентийский живописец ученик андре дель сарто превосходное превосходное бронзино анджоло ди козимо аллори называемый бронзино 1503 1572 ученик понтормо и умелый стихотворец одна из лучших работ бронзино портрет герцогини с сыном фердинандом музей уфицы до нас дошли два сонета бронзино в честь персея со своим сандрино алессандро аллори 1535 1607 живописец племянник бронзино глава 91 мой герцог хоть его светлости и слышал про ту честь которая мне была оказана при этом малом осмотре этой превосходнейшей школой сказал мне очень приятно что бен винута получил это небольшое удовлетворение каковое будет причиной тому что он скорее и с большим усердием приведет ее к желанному концу но пусть он не думает что потом когда она будет видна совсем открытой и ее можно будет видеть всю кругом что народ станет говорить таким же образом тут в ней откроют все те недостатки которые у нее есть и ей припишут много таких которых у нее нет так что пусть он вооружится терпением а это были слова бандинелло сказанные герцогу при каковых он сослался на работы Андрея дель вероккио который сделал этого прекрасного христа и святого фому из бронзы которого можно видеть на фасаде орса микеле и сослался на много других работ вплоть до чудесного Давида божественного микельаньюла Буанаротти говоря что он хорош только если смотреть на него спереди и затем сказал про своего геркулеса и кака о бесконечных и поносных сонетах которые к нему были привешены и говорил дурно про этот народ андреа дель вироккио 1435 1488 замечательный скульптор учитель леонардо де винчи описываемая скульптура находится во внешней нише церкви орсан микеле мой герцог который верил ему весьма подвигнул его сказать эти слова и считал заверное что в большей мере подобным образом все и произойдет потому что этот завистник Бондинелло не переставал говорить дурное и один раз среди многих прочих присутствуя тут же этот пройдоха Бернардони Маклер чтобы подкрепить слова Бондинелло сказал герцогу знаете государь что делать большие фигуры это другая похлебка чем делать маленькие я ничего не говорю маленькие фигурки он делал очень хорошо но вы увидите что тут ему не удастся и к этим разглагольствованиям он примешал много других исполняя свое шпионское ремесло в каковое он примешивал гору лжи глава 92 вторая и вот как угодно было приславному моему господу и бессмертному богу я окончил ее совсем и однажды в четверг утром открыл ее всю тотчас же пока еще не рассвело собралось такое бесконечное множество народу что сказать невозможно и все в один голос состязались кто лучше про нее скажет герцог стоял у нижнего окна во дворце который над входом и так полуспрятанный внутри окна слышал все то что про сказанную работу говорилось и после того как он послушал несколько часов он встал с таким воодушевлением и такой довольный что повернувшись к своему мессер Сфорце сказал ему так Сфорце пойди и разыщи бенвенута и скажи ему от моего имени что он меня удовольствовал много больше чем я сам ожидал и скажи ему что я его удовольствую так что он у меня изумится так что скажи ему чтобы он был покоен и вот сказанный мессер Сфорце передал мне это торжественное извещение каковое меня утешило и в этот день этой доброй вестью и потому что люди показывали меня пальцем то одному то другому как нечто чудесное и новое среди других там было двое дворян каковые были посланы вице-королем Сицилии к нашему герцогу по их делам и вот эти любезные люди подошли ко мне на площади потому что я был им показан вот так на ходу так что они поспешно меня настигли и тотчас же со шляпами в руках обратили ко мне самую церемонную речь каковой было бы слишком и для папы я же как только мог уничижался но они так меня одолевали что я начал их умолять чтобы нам уж пожалуйста уйти вместе с площади потому что народ останавливался и смотрел на меня еще упорнее чем на моего персея и среди этих церемоний они были настолько смелы что попросили меня уехать в Сицилию и что они учинят со мной такой договор что я буду доволен и сказали мне что брат Джован Аньоло Сервит сделал им фонтан цельный и украшенный многими фигурами но что они не такого совершенства какое они видят в Персее и что они его обогатили Джован Аньоло до Монтерсоли 1507 1563 скульптор монах ордена сервитов фонтан о котором идет речь сооружен на соборной площади в Мессине 1551 год потом Монтерсоли вернулся во Флоренцию и был одним из деятельных руководителей Академии художеств Я не дал им договорить всего того что им хотелось бы сказать как сказал им весьма я вам дивлюсь что вы от меня домогаетесь чтобы я покинул такого государя любителей искусств больше чем всякий другой властитель который когда-либо рождался и тем более когда я нахожусь в своем отечестве школе всех величайших искусств о если бы у меня была жажда большой наживы я бы мог себе остаться во Франции на службе у этого великого короля Франциска каковой давал мне тысячу золотых скуда на корм и кроме того оплачивал мне стоимость всех моих работ так что каждый год я зарабатывал больше четырех тысяч золотых скуда в год и оставил в Париже свои труды целых четырех лет с этими и другими словами я оборвал церемонии и поблагодарил их за великие хвалы которые они мне воздали каковы суть величайшие награды какие можно дать тому кто трудится в искусствах и что они до того усугубили во мне желание делать хорошо что я надеюсь в немногие будущие годы показать другую работу каковая я надеюсь понравится чудесной флорентийской школе много больше чем это эти двое дворян хотели было возобновить свои церемонии но я сняв шляпу с низким поклоном простился с ними глава 93 после того как я дал пройти двум дням и увидел что великие похвалы все возрастают тогда я расположился пойти показаться государю моему герцогу каковой с великой приветливостью сказал мне мой бенвенуто ты меня удовлетворил и удовольствовал но я тебе обещаю что тебя я удовольствую так что ты у меня изумишься и при том я тебе говорю что я не хочу чтобы это было позже чем завтрашний день при этих чудесных обещаниях я тотчас же обратил все мои наибольшие силы и души и тела в единый миг к Богу благодаря его воистину и в то же мгновение я приблизился к моему герцогу и так чуть не прослезясь от радости поцеловал ему платье затем добавил говоря о преславный мой государь истинно щедрейший любитель искусств и тех людей которые в них трудятся я прошу вашу высокую светлость чтобы она сделала мне милость отпустить меня сперва отправиться на неделю поблагодарить Бога потому что я хорошо знаю мой непомерный великий труд и понимаю что моя добрая вера подвигла Бога на помощь мне за это и за всякое иное чудесное вспоможение я хочу отправиться на неделю в паломничество непрестанно благодаря бессмертного моего Бога каковой всегда помогает тому кто воистину его призывает тогда герцог спросил меня куда я хочу отправиться на что я сказал завтра утром я выйду и поеду в Аломброзу потом в Камальдоли и Вермо и доеду до баньи де Санта Мария а может быть и де Сестеле потому что я слышал что там есть прекрасные древности затем возвращусь через Сан-Франческо дело верния и благодаря Бога непрестанно довольны и вернусь служить вам Валамброза Камальдоли Эрмо монастыри в окрестностях Флоренции Бани де Санта Мария Сестеле Сан-Франческо дело верния все в окрестностях Флоренции под Сестеле вероятно следует подразумевать Сестино тотчас же герцог весело сказал мне поезжай и возвращайся потому что поистине ты мне нравишься но оставь мне две строки для памяти и предоставь дело мне тотчас же я написал четыре строки в каковых я благодарил его высокую светлость и дал их мессер Сфорца каковой дал их в руки герцогу от моего имени каковой их взял затем дал их в руки сказанному мессер Сфорца и сказал ему ты их каждый день клади передо мной потому что если Бен-Венуто вернется и увидит что я его не устроил то я думаю что он меня убьет и так смеясь его светлость сказал чтобы он ему об этом напомнил эти доподлинные слова мне сказал вечером мессер Сфорца смеясь и даже удивляясь тому великому благоволению какое мне оказывает герцог и шутливо сказал мне поезжай Бен-Венуто и возвращайся потому что я тебе завидую глава девяносто четвертая во имя Божие я выехал из Флоренции все время распевая псалмы и молитвы в честь и славу Божию всю дорогу от каковой я имел превеликое удовольствие потому что время было прекраснейшее и дорога и край где я никогда еще не бывал показались мне до того красивыми что я остался восхищен и доволен и так как проводником со мной пошел один молодой мой работник каковой был Избанью которого звали Чезер то я был весьма обласкан его отцом и всем его домом среди каковых был один старик семидесяти слишком лет забавнейший человек он приходился дяде сказанному Чезере и был по ремеслу врачом-хирургом и мароковал чуточку алхимии каковой был Избанью то есть из поименованной выше Санта-Мария Дибанью Чезере Ди Николон Федеричи потом он перебрался в Милан где и умер Этот добрый человек показал мне что в этом баню имеются золотые и серебряные рудники и дал мне увидеть много прекраснейших вещей в этом краю так что я имел такие большие удовольствия как никогда сдружившись со мной по-своему он как-то раз среди прочих мне сказал я не хочу приминуть сказать вам одну мою мысль на каковую если его светлость обратит внимание то я думаю что это будет дело весьма полезное и это то что поблизости от камальдоли имеется проход настолько открытый что Пьеру Строцци мог бы не только пройти безопасно но он мог бы завладеть Поппи без всякого сопротивления Пьеру Строцци в это время Строцци стоял лагерем в Альдикьяне завладеть Поппи Поппи городок на Арну И при этом мало того что показав мне это на словах он еще достал лист из кармана на каковом этот добрый старик начертил весь этот край таким образом что отлично виделось и наглядно познавалось что эта великая опасность есть истинная Я взял чертеж и тотчас же выехал из баню и насколько мог скорее возвращаясь через Прату Манью и Сан Франческо Делла Верни вернулся во Флоренцию и не останавливаясь только сняв сапоги отправился во дворец и когда я подошел к аббатству я повстречался с моим герцогом который шел мимо дворца под Иста каковой как только меня завидел он мне оказал прямилостивый прием вместе с некоторым удивлением говоря мне о почему ты вернулся так скоро я тебя не ждал еще всю эту неделю и когда я подошел к аббатству к бадья в литературе о Флоренции название это обычно сохраняется без перевода на что я сказал ради службы вашей высокой светлости я вернулся потому что я охотно погулял бы несколько дней по этим прекраснейшим краям что что это за хорошие дела сказал герцог на что я сказал государь необходимо чтобы я вам сказал и показал нечто весьма важное и я пошел с ним во дворец когда мы пришли во дворец он провел меня тайно в комнату где мы были одни тогда я сказал ему все и показал ему этот маленький чертеж каковой показал что он очень ему рад и когда я сказал его светлости что необходимо исправить это дело быстро герцог постоял задумавшись немного и потом сказал мне знай что мы условились с герцогом урбинским каковой должен позаботиться об этом сам но держи это про себя и с весьма великим оказательством его благоволения я вернулся к себе домой глава 95 на другой день я показался и герцог после некоторого разговора весело мне сказал завтра непременно я хочу справить твое дело так что будь покоен я который был вполне в этом уверен с великим желанием ожидал следующего дня когда настал желанный день я пошел во дворец и так как обычно по-видимому всегда так случается что дурные вести доходят скорее нежели хорошие то мессер якобы гвиди секретарь его высокой светлости подозвал меня своим кривым ртом и надменным голосом и весь подобравшись с туловищем как палка словно коченев начал таким образом говорить герцог говорит что хочет узнать от тебя что ты спрашиваешь за твоего персея я был растерян и удивлен и тотчас же ответил что я никогда не стану спрашивать цену за мои труды и что это не то что мне обещал его светлость тому два дня с герцогом урбинским гвидобальдо дэлла ровери военачальник на венецианской службе в описываемое время командовал папскими войсками мессер якопо гвиди якопо гвиди да вольтерра секретарь герцога и приятель бандинелли знаток канонического права участвовал в триденском соборе к челине относился крайне недоброжелательно я который сулил себе что не только заслужил кое-что судя по великим ласкам учиненным мне его высокой светлостью а особенно сулил себе что заслужил всю милость герцога потому что я никогда его не просил ни о чем большем как только об его благоволении и вот этот способ для меня неожиданный привел меня вот в какую ярость и особенно когда мне это подносили в таком виде как этот делала эта ядовитая жаба я сказал что когда бы герцог дал мне десять тысяч скуда то он бы мне не отплатил и что если бы я когда-либо думал что дойду до этих торгов то я бы никогда не связывался тотчас же этот злюка наговорил мне множество оскорбительных слов и я ему также на другой затем день когда я учинял приветствие герцогу его светлость меня подозвал так что я подошел и он в гневе сказал мне города и большие дворцы строятся на десять тысяч дукатов на что я тотчас же ответил что его светлость найдет без конца людей которые ему сумеют построить города и дворцы а вот что персеев он не найдет пожалуй никого на свете кто бы сумел ему сделать такого и я тотчас же ушел ничего больше не говоря и не делая несколько дней спустя за мной прислала герцогиня и сказала мне чтобы размолвку которая у меня вышла с герцогом я доверил ей потому что она хвалилась что сделает нечто такое чем я буду доволен из дальнейшего явствует что чилиния дипломатия была чужда на эти благосклонные слова я ответил что я никогда не просил иной большей награды за мои труды нежели благоволение герцога и что его высокая светлость мне его обещал и что нет надобности чтобы я еще раз доверял их высоким светлостям то что с первых же дней как я начал им служить я вполне открыто им доверил и кроме того добавил что если бы его высокая светлость дал мне всего только одну крацию который стоит пять кватрино за мои труды то я бы назвал себя довольным и удовлетворенным лишь бы его светлость не лишал меня своего благоволения всего только одну крацию в смысле всего лишь медный грош на эти мои слова герцогиня слегка улыбаясь сказала бенвенута ты бы лучше сделал сделав так как я тебе говорю и повернувшись ко мне спиной ушла от меня я который думал что делаю для себя лучше употребляя такие вот смиренные слова случилось что из этого вышло для меня хуже потому что хоть она и была на меня немного сердита в ней все-таки был некий образ действий каковой был хорош глава 96 в это время я был весьма дружен с Джеролимо Делье Альбитци каковой был комиссаром войск его светлости и как-то раз среди прочих он мне сказал о бен-венуто было бы все-таки хорошо привести в какой-нибудь порядок эту маленькую неприятность которая у тебя вышла с герцогом и я тебе говорю что если бы ты мне доверился то я бы сумел это уладить потому что я знаю что говорю если герцог рассердится по-настоящему для тебя это будет очень плохо довольна с тебя этого я не могу сказать тебе всего Джеролимо Делье Альбице Джероламо Делука Делье Альбице фигура довольно темная входил в число так называемых скерани личная полиция герцога ходили слухи что он пытался отравить Гвичардини и так как мне было сказано некоим быть может проказником после того как герцогиня со мной поговорила каковой сказал что он слышал будто герцог по не знаю какому уж случаю который ему дали сказал за меньше чем два кватрино я выброшу вон Персея и так будут кончены все разногласия так вот из-за этого опасения я сказал Джеролимо Делье Альбице что я полагаюсь на него во всем и что бы он ни сделал я всем буду предоволен лишь бы мне остаться в милости у герцога этот почтенный человек который отлично разумел искусство солдата особенно искусство войск каковые все мужики но искусство делать из вояния он не любил и поэтому ничего в нем не разумел так что говоря с герцогом сказал государь Бенвенута положился на меня и просил меня чтобы я припоручил его вашей высокой светлости тогда герцог сказал и я так же полагаюсь на вас и соглашусь со всем тем что вы решите так что сказанный Джеролимо составил письмо весьма хитроумное и к великой для меня чести и решил чтобы герцог дал мне три тысячи золотых с кудо золотом каковые достаточные не как награда за столь прекрасную работу а только как некоторые мое содержание словом что я согласен со многими другими словами каковые во всем подтверждали сказанную цену герцог подписал его весьма охотно настолько же насколько я им был недоволен когда герцогиня об этом узнала она сказала гораздо было бы лучше для этого бедного человека чтобы он доверил это мне потому что я бы сделала так чтобы ему дали пять тысяч золотых скуда и однажды когда я пошел во дворец герцогиня сказала мне эти самые слова в присутствии мессер Алламанно Сальвиати и посмеялась надо мной говоря мне что я заслужил всю ту беду которая со мной случилась Алламанно Сальвиати дядя герцога Козимо по материнской линии герцог распорядился чтобы мне выплачивали поста золотых скуда золотом в месяц вплоть до сказанной суммы и так оно продолжалось несколько месяцев затем мессер Антонио де Нобили который имел сказанное поручение начал давать мне по пятьдесят а затем когда давал мне по двадцать пять а когда и не давал так что видя что со мной так тянут я сказал ласково сказанному мессер Антонио прося его чтобы он сказал мне причину почему он не кончает мне платить Антонио де Нобили герцогский казначей также и он благосклонно мне ответил в каковом ответе мне показалось что он откровенничает немного слишком потому что пусть судит кто понимает прежде всего он мне сказал что причина почему он не продолжает мой платеж это чрезмерная стесненность какая имеется у дворца в деньгах но что он мне обещает что как только к нему прибудут деньги он мне заплатит и прибавил говоря увы если бы я тебе не заплатил я был бы великим мошенником я удивился слыша что он говорит такое слово и поэтому посулил себе что когда он сможет он мне заплатит между тем последовало совсем обратное так что видя что меня изводят я на него рассердился и сказал ему много дерзких и гневных слов и напомнил ему все то чем он мне сказал что он будет однако он умер и мне остается еще получить пятьсот золотых скудо и по сию пору когда уже близок конец 1566 года еще мне осталось получить остаток моего жалования каковое мне казалось что мне не считают больше нужным уплатить его потому что прошло уже приблизительно три года но приключилась опасная болезнь с герцогом и он целых двое суток не мог мочиться и видя что лекарства врачей ему не помогают он вероятно прибег к богу и поэтому он пожелал чтобы каждому было выплачено его просроченное содержание и также и мне было выплачено но мне так никогда и не был выплачен мой остаток за Персея глава 97 почти почти было совсем я уже расположился ничего больше не говорить про злополучного моего Персея но так как имеется один случай который меня вынуждает настолько замечательный то поэтому я восстановлю нить ненадолго вернувшись несколько назад я думал сделать для себя лучше когда сказал герцогине что уже не могу прибегать к посредничеству в таком деле в котором я уже не властен потому что я сказал герцогу что удовольствуюсь всем тем что его высокая светлость пожелает мне дать и это я сказал думая угодить немного и вместе с этой чуточкой смирения я искал всяким удобным способом умилостивить немного герцога потому что за несколько дней до того как пришли к соглашению с Альбици герцог весьма показал что сердит на меня и причиной было что жалуюсь его светлости на некие жесточайшие смертоубийства которые мне учиняли миссер Альфонсо Квистелло и миссер Якобо Польверино Фискал а больше всех сэр Джованни Батиста Брандини Вольтеранец и так высказывая с некоторым оказательством я увидел что герцог пришел в такую злость что и вообразить себе нельзя миссер Якобо Польверино Фискал один из министров герцога Козима славился своей жестокостью и коварством и когда его высокая светлость пришел в эту великую ярость он мне сказал этот случай совсем такой же как с твоим Персеем когда ты за него спросил десять тысяч скуда ты слишком даешь одолевать себя своей корысти поэтому я хочу велеть его оценить и дам тебе за него все то что будет решено на эти слова я тотчас же ответил немного чуть-чуть слишком дерзко и почти что рассердясь нечто чего не подобает учинять с великими особами и сказал как же это возможно чтобы мою работу мне оценили по ее стоимости когда сейчас нет ни одного человека во Флоренции который сумел бы ее сделать тогда герцог пришел в еще большую ярость и наговорил много гневных слов среди каковых сказал во Флоренции есть сейчас человек который тоже сумел бы сделать такого же и поэтому он отлично сможет о нем судить он хотел сказать про бандинелло кавалера святого якова тогда я сказал государь мой ваша высокая светлость дали мне возможность чтобы я сделал в величайшей школе мира большую и труднейшую работу каковую мне восхвалили больше чем любую работу которая когда-либо открывалась в этой божественнейшей школе и что больше всего делает меня гордым это то что эти выдающиеся люди которые понимают и которые принадлежат к искусству как бронзино живописец этот человек потрудился и написал мне четыре сонета говоря самые изысканные и торжественные слова какие возможно сказать и по этой причине от этого удивительного человека быть может и подвигся весь город на столь великий шум и я скажу что если бы он занимался воянием как он занимается живописью то он также смог бы пожалуй суметь ее сделать и потом я скажу вашей высокой светлости что мой учитель Микель Ангелло Буонаротти он также сделал бы такую же когда он был помоложе и понес бы не меньше трудов чем понес я но теперь когда он очень стар он бы ее не сделал наверняка так что я не думаю чтобы сейчас был на примете человек который сумел бы ее выполнить в ту пору Микеланджело было 80 лет таким образом моя работа получила величайшую награду какую я бы мог пожелать на свете и особенно раз ваша высокая светлость не только что называли себя довольным моей работой но и больше всякого другого человека мне ее хвалили какой же еще высшей и какой более почетной награды можно желать я говорю наидостовернейше что ваша светлость не могли мне заплатить более славной монетой и никаким бы то ни было сокровищем наверняка нельзя сравниться с этим так что мне заплачено с избытком и я благодарю вашу высокую светлость от всего сердца на эти слова герцг ответил и сказал ты даже не думаешь чтобы у меня было столько чтобы я ее мог тебе оплатить а я тебе говорю что я ее тебе оплачу много больше чем она стоит тогда я сказал я себе не представлял что получу какую-нибудь другую награду от вашей светлости но я называю себя вполне вознагражденным той первой какую мне дала школы и с нею я сей же час хочу уехать с богом чтобы никогда больше не возвращаться в тот дом который ваша высокая светлость мне подарили и никогда больше не буду пытаться увидеть флоренцию мы были как раз возле Санта Феличита и его светлость возвращался во дворец на эти мои сердитые слова герцог вдруг с великим гневом повернулся и сказал мне не уезжай и смотри чтобы ты не уехал так что я почти испуганно сопровождал его во дворец когда его светлость прибыл во дворец он позвал епископа де Бартолини который был архиепископом Пизанским и позвал мессер Пандольфо де Ластуфа и сказал им чтобы они сказали Батчо Бандинелли от его имени чтобы он рассмотрел хорошенько эту мою работу с Персеем и чтобы он ее оценил потому что герцог хочет мне ее оплатить по справедливой цене Де Бартолини Онофрио Бартолини убежденный сторонник Медичи в 1512 году был назначен архиепископом Пизы Пандольфо де Ластуфа из знатной флорентийской семьи некоторое время жил во Франции при Екатерине Медичи но впав в немилость вернулся в Италию в 1561 году Козимо сделал его сенатором то есть членом Совета 48 Эти почтенные люди тотчас же разыскали сказанного Бондинелло и когда они передали ему это извещение он им сказал что эту работу он отлично рассмотрел и слишком хорошо знает что она стоит но так как он в раздоре со мной из-за других прошлых дел то он не желает вмешиваться в мои обстоятельства никоим образом тогда эти господа прибавили и сказали герцог нам сказал что под страхом своей немилости он вам приказывает чтобы вы назначили ей цену и если вы хотите два или три дня времени чтобы рассмотреть ее хорошенько возьмите их себе затем скажите нам чего по-вашему этот труд заслуживает сказанный ответил что он отлично его рассмотрел и что он не может ослушаться приказаний герцога и что эта работа удалась очень богато и красиво так что ему кажется что она заслуживает шестнадцати тысяч золотых скудо и больше того тотчас же эти добрые господа доложили об этом герцогу каковой разгневался люто и подобным же образом они пересказали это и мне каковым я ответил что никоим образом не желаю принимать похвал бандинелло потому что этот дурной человек говорит дурно обо всяком эти мои слова были пересказаны герцогу и потому-то герцогиня и хотела чтобы я положился на нее все это чистая правда словом я бы лучше для себя сделал если бы предоставил решать герцогине потому что мне бы в скорости заплатили и я получил бы награду больше глава 98 герцог велел мне сказать через миссер Лелло Торелло своего докладчика что он желает чтобы я сделал некие истории барельефом из бронзы вокруг хора Санта Мария Дель Фьора а так как сказанный хор был работой Бондинелло то я не хотел обогащать его стрепню своими трудами и хотя сказанный хор был и не по его рисунку потому что он ровно ничего не смыслил в зодчестве рисунок был Джулиано сына Бачо Аньоло деревщика того что испортил купол но словом в нем нет никакого искусства и по той и по другой причине я не желал никоим образом делать эту работу но всегда вежливо говорил герцогу что сделаю все что мне прикажет его высокая светлость так что его светлость поручил старостам Санта Мария Дель Фьора чтобы они договорились со мной и что его светлость будет мне давать только мое жалование по 200 скуда в год а что все остальное он желает чтобы сказанные старосты добавляли со сказанной постройки миссер Леллио Торелло в 1539 году Козимо Медичи назначил его аудитором а в 1546 году первым своим секретарем был искусным правоведом и поэтом любителем некие истории барельефом из бронзы вокруг хора Санта Марии Дель Фьоре о каких именно историях шла речь неизвестно Джулиано сын Батчо Даниоло сын Батчо Даниоло Бальони того самого которого Микеланджело подверг суровой критике за безвкусное отклонение от плана купола Флорентийского собора предложенного Брунеллески со сказанной постройки то есть с попечительства над строительством Флорентийского собора Так что я явился к сказанным старостам каковые мне и сказали все распоряжение какое они имели от герцога и так как с ними мне казалось что я гораздо увереннее могу высказать мои доводы то я начал им доказывать что столько историй из бронзы будут превеликим расходом каковой весь выброшен вон и сказал все причины каковые они восприняли вполне первая была та что этот строй хора совсем неправильный и сделан без всякого разума и в нем не видно ни искусства ни удобства ни красоты ни изящества другая была та что сказанные истории оказались бы помещены настолько низко что они приходились бы гораздо ниже глаза и что они были бы мочильней для собак и постоянно были бы полны всякой грязи и что по сказанным причинам я никоим образом не хочу их делать но чтобы не выбрасывать вон остаток моих лучших лет и не служить его высокой светлости каковому я желаю угождать и служить поэтому если его светлость желает воспользоваться моими трудами то пусть он даст мне сделать средние двери Санта Мария Дельфьоре каковые были бы работой которая была бы видна и была бы гораздо большей славой его высокой светлости а я бы обязался по договору что если я не сделаю их лучше чем те которые всех красивее из дверей Сан-Джованни то я не хочу ничего за мои труды но если я их выполню сообразно своему обещанию то я согласен чтобы их оценили а потом пусть мне дадут на тысячу скуда меньше того во что людьми искусства они будут оценены всех красивее из дверей Сан-Джованни то есть дверей флорентийского баптистерия за свою красоту названных райскими этим старством весьма понравилось то что я им предложил и они пошли поговорить об этом с герцогом причем среди прочих был Пьеро Сальвиати думая сказать герцогу нечто такое что будет ему очень приятно а оно было ему как раз наоборот и он сказал что я всегда хочу делать как раз наоборот тому что ему угодно чтобы я делал и без всякого другого заключения сказанный Пьеро ушел от герцога Пьеро Сальвиати некоторое время примыкал к республиканцам но потом перешел на сторону Медичи в 1533 году был сделан членом совета 48 когда я это услышал я тотчас же отправился к герцогу каковой выказал мне себя немного сердитом на меня какового я попросил чтобы он соблаговолил меня выслушать и он мне это обещал так что я начал сначала и такими прекрасными доводами дал ему понять справедливость этого показав вашей светлости что это большой расход выброшенный вон так что я весьма его смягчил сказав ему что если его высокой светлости не угодно чтобы я делал эти двери то необходимо сделать для этого хора две кафедры и что это будут две великие работы и будут славой его высокой светлости и что я там сделаю великое множество истории из бронзы барельефом со многими украшениями так я его умягчил и он мне поручил чтобы я сделал модели я сделал несколько моделей и понес превеликие труды и среди других я сделал одну восьмигранную с гораздо большим старанием нежели делал другие и мне казалось что она гораздо удобнее для той надобности какую она должна была исполнять и так как я много раз носил их во дворец то его светлость велел мне сказать через мессер чезере скарбничего чтобы я их оставил после того как герцог их посмотрел я увидел что из них его светлость выбрал наименее красивую однажды его светлость велел меня позвать и в разговоре об этих сказанных моделях я ему сказал и доказал многими доводами что восьмигранная была бы гораздо более удобной для такой надобности и гораздо более красивой на вид герцог мне ответил что хочет чтобы я ее сделал четырехугольной потому что ему нравится гораздо больше таким образом и так весьма приветливо долгое время беседовал со мною я не приминул сказать все что мне довелось в защиту искусства признал ли герцог что я говорю правду и все-таки хотел сделать по-своему но только прошло много времени что мне ничего не говорили по проискам врагов Челлини и разумеется Бондинелли работа о которой идет речь так и не была ему поручена глава 99 в это время большой мрамор для Нептуна был привезен по реке Арну а затем доставлен по Гриеве на дорогу в Поджо Акаяну чтобы лучше можно было доставить его во Флоренцию по этой ровной дороге куда я и поехал его посмотреть и хоть я и знал достоверно что герцогиня личным своим покровительством сделала так чтобы его получил кавалер Бондинелло не из зависти которую бы я питал Бондинелло но движимой жалостью к бедному злополучному мрамору заметьте что какая бы то ни была вещь каковая подвержена злой участи если кто-нибудь ищет ее избавить от какого-либо очевидного зла то случается что она впадает во много худшее как сказанный мрамор в руки Бартоломео Аммонату о каковом будет сказано правда в своем месте когда я увидел этот прекраснейший мрамор я тотчас же взял его высоту и его толщину во все стороны и вернувшись во Флоренцию сделал несколько подходящих моделек в это время мрамор для Нептуна был привезен в 1559 году рассказ о своей жизни доведен тут до 1555 года стало быть описание событий за три с лишним года отсутствует известно правда что за это время Бенвенута был подвергнут довольно суровому наказанию за избиение одного золотых дел мастера и за Содомию видимо ни того ни другого факта Челлини коснуться не пожелал доставлен по Гриеве Челлини ошибается Гриеве не протекает через Поджо Акаяно там протекает Омброне Бартоломео Амманато флорентийский скульптор и архитектор Козимо Первый поручил ему сделать статую Нептуна из сказанного куска мрамора Амманато завершил работу в 1563 году статуя находится на площади Сеньории Затем я поехал в Поджо Акаяно где были герцог и герцогиня и принц их сын и застав их всех за столом герцог с герцогиней кушали отдельно так что я начал занимать принца и когда я позанимал его долгое время то герцог который был в комнате тут же по соседству меня услышал и с великим благоволением велел меня позвать и когда я явился перед его светлостью то со многими приветливыми словами герцогиня начала беседовать со мной за каковой беседой я мало по малу начал беседовать об этом прекраснейшем мраморе который я видел и начал говорить как их благороднейшую школу их предки сделали такой преискусный единственно тем что заставляли состязаться всех искусников в их художествах и этим-то искусным способом и сделаны чудесный купол и прекраснейшие двери Санта-Джованни и столько других прекрасных храмов и статуй каковые создают венец стольких искусств их городу каковой от древних до ныне никогда не имел равных чудесный купол то есть знаменитый купол флорентийского собора спроектированный Филиппо Брунеллески 1377 1446 тотчас же герцогиня с досадой мне сказала что она отлично знает что я хочу сказать и сказала чтобы в ее присутствии я никогда больше не говорил об этом мраморе потому что я ей делаю этим неприятность я сказал так я вам делаю неприятность когда хочу быть стряпчем ваших светлостей делая все что можно чтобы они были лучше обслужены посудите государыня моя если ваши высокие светлости согласятся чтобы каждый сделал по модели нептуна то хотя бы вы и решили что получит его бандинелло это будет причиной тому что бандинелло ради чести своей примется с большим старанием делать красивую модель нежели он то будет делать зная что у него нет соперников и таким образом вы государи будете много лучше обслужены и не отнимите духа у даровитой школы и увидите кто возбуждается к добру я говорю к хорошему роду этого чудесного искусства и покажете что вы государи его любите и понимаете герцогиня в великом гневе мне сказала что я ее извел и что она хочет чтобы этот мрамор достался бандинелло и сказала спроси у герцога вот и его светлость хочет чтобы он достался бандинелло когда герцогиня отговорила герцог который все время молчал сказал вот уже двадцать лет как я велел добыть этот прекрасный мрамор нарочно для бандинелло и потому я хочу чтобы бандинелло его получил и чтобы он был его тотчас же я повернулся к герцогу и сказал государь мой я прошу вашу высокую светлость чтобы она сделала мне милость сказать вашей светлости несколько слов в услужении ей герцог мне сказал чтобы я говорил все что я хочу и что он меня выслушает тогда я сказал знайте государь мой что этот мрамор из которого бандинелло сделал геркулеса и кака он был добыт для этого удивительного микельаньюла буонаротти каковой сделал модель самсона с четырьмя фигурами каковой был бы самой прекрасной работой в мире а ваш бандинелло добыл из него две фигуры только плохо сделанные и все заплатанные поэтому даровитая школа до сих пор кричит о великой обиде которая учинена этому прекрасному мрамору мне кажется что к нему было привешено больше тысячи сонетов в поношение этой стрипни и я знаю что ваша высокая светлость отлично это помнит и поэтому доблестный мой государь если эти люди которые имели об этом заботу были настолько невежественны что отняли этот прекрасный мрамор у микель ангелло который был добыт для него и отдали его бандинелло каковой его испортил как мы видим о неужели же вы потерпите чтобы этот еще гораздо более прекраснейший мрамор хоть он и бандинелло каковой его испортил бы не дать его другому искусному человеку который бы вам его устроил велите государь мой чтобы каждый кто хочет сделал модель а затем пусть все они будут открыты перед школой и ваша высокая светлость услышат то что говорит школа и ваша светлость с этим своим здравым суждением сумеет выбрать лучшую и таким образом вы не выбросите ваших денег а также не отнимите художественного духа у столь чудесной школы какова я сейчас единственная в мире в чем вашей светлости одна лишь слава когда герцог приблагосклонно меня выслушал он вдруг встал из-за стола и повернувшись ко мне сказал ступай мой бенвенуту и сделай модель и заслужи этот прекрасный мрамор потому что ты говоришь мне правду и я это признаю герцогиня грозя мне головой сердито сказала ворча не знаю уж что и я им откланялся и возвратился во Флоренцию потому что мне не терпелось взяться за сказанную модель глава сотая когда герцог прибыл во Флоренцию то ничего не дав мне знать он явился ко мне на дом где я ему показал две модельки отличные одна от другой и хоть он и хвалил мне их обе он мне сказал что одна ему нравится больше чем другая и чтобы я закончил хорошенько ту которая ему нравится и благо мне будет и так как его светлость видел ту что сделал бандинелло а также и других то есть светлость хвалил гораздо больше мою намного потому что так мне было сказано многими из его придворных которые это слышали среди прочих достопамятностей которые надобно весьма отметить было то то что когда приехал во Флоренцию кардинал десанта Фьоре и герцог повез его в Поджо Акаяно то проезжая в дороге и увидев сказанный мрамор кардинал весьма его похвалил и затем спросил кому его светлость его предназначил чтобы его обработать герцог тотчас же сказал моему бенвенуто каковой к нему сделал прекраснейшую модель кардинал десанта Фьоре Гвидо Асканио Сфорце описываемые в книге события происходят в феврале 1560 года Санта Фьоре приехал во Флоренцию с кардинальской шапкой для второго сына Козима первого и это было мне пересказано людьми достоверными и поэтому я отправился к герцогине и снес ей несколько приятных вещиц моего художества каковым ее высокая светлость была очень рада затем она меня спросила над чем я работаю каково я сказал государыня моя я взял себе за удовольствие сделать одну из самых многотрудных работ которые когда-либо делались на свете и это распятие из белейшего мрамора на кресте из чернейшего мрамора и величиной оно как большой живой человек тотчас же она меня спросила что я с ним хочу сделать я ей сказал знаете государыня моя что я бы его не отдал тому кто бы мне за него дал две тысячи золотых дукатов золотом потому что для такой работы ни один человек никогда еще не брался за такой крайний труд а также я бы не обязался сделать его для какого бы то ни было государя и страха как бы не осрамиться я купил себе эти мраморы на свои деньги и держал молодца около двух лет который мне помогал и с мраморами и с железами на которых оно укреплено и с жалованием оно мне стоит более трехсот скуда так что я не отдал бы его за две тысячи золотых скуда но если ваша высокая светлость желает мне сделать наидозволеннейшую милость я ей охотно поднесу его и так я только прошу вашу высокую светлость чтобы она была ко мне не неблагосклонной неблагосклонной в тех моделях которые его высокая светлость заказала чтобы были сделаны к нептуну для большого мрамора она сказала с великим гневом так ты ничуть не ценишь ни моей помощи ни моей помехи наоборот ценю их государы не моя иначе почему я вам предлагаю подарить вам то что я ценю в две тысячи дукатов но я настолько полагаюсь на мой многотрудный и суровый опыт что я сулю себе снискать победу хотя бы здесь был этот великий Микел Ангелло Буанаротти от какового а никак не от других я научился всему тому что знаю и мне было бы гораздо более дорого чтобы модель сделал он который столько знает чем эти другие которые знают мало потому что с этим моим столь великим учителем я бы мог снискать много тогда как с этими другими нечего снискать когда я сказал свои слова она почти рассерженная встала а я вернулся к своей работе торопя свою модель как только я мог и когда я ее кончил герцог пришел ее посмотреть и были с ним два посла посол герцога феррарского и посол лукской сеньории и она весьма понравилась и герцог сказал этим господам бенвенуто действительно его заслуживает тогда эти сказанные премного расхвалили меня оба и особенно лукский посол который был лицом образованным и ученым я который отошел немного чтобы они могли говорить все то что им думается услыхав что меня расхваливают тотчас же подошел и повернувшись к герцогу сказал государь мой ваше высокое светлость должна бы учинить еще одну замечательную предосторожность приказать чтобы кто хочет сделал еще одну модель глиняную величиной как раз как она выходит из этого мрамора и таким способом ваша высокая светлость увидит много лучше кто его заслуживает и я вам говорю если ваша светлость отдаст его тому кто его не заслуживает она учинит обиду не тому кто его заслуживает а учинит великую обиду себе самой потому что она этим приобретет ущерб и стыд тогда как сделав наоборот и отдав его тому кто его заслуживает во-первых она приобретет этим превеликую славу и хорошо истратит свое сокровище и люди искусства тогда поверят что она это любит и понимает тотчас же как я сказал эти слова герцог пожал плечами и когда он двинулся чтобы уходить лукский посол сказал герцогу государь этот ваш бенвенута ужасный человек герцог сказал он еще много ужаснее чем вы говорите и благо ему если бы он не был таким ужасным потому что у него было бы сейчас такое чего у него нет эти прямые слова герцога подчеркнуты автором эти доподлинные слова мне их пересказал этот самый посол как бы упрекая меня что я не должен был так делать на что я сказал что я желаю добра моему государю как его любящий верный слуга и не умею изображать льстеца по прошествии нескольких недель Бондинелло умер и считали что кроме его беспутств это его огорчение видя что он теряет мрамор было тому доброй причиной Бондинелло умер в феврале 1560 года глава 101 сказанное Бондинелло услышал что я сделал это распятие о котором я сказал выше он тотчас же взялся за кусок мрамора и сделал то снятие с креста которое можно видеть в церкви Делла Нунциата мраморная пьета Бондинелли установлена в часовне Паци в церкви Сантиссимо Нунциата и так как я предназначил мое распятие для Санте Мария Новелла и уже приладил там крюки чтобы его поместить на них я только попросил сделать под ногами у моего распятия в земле небольшой ящичек чтобы войти в него после того как я умру сказанные братья мне сказали что они не могут предоставить мне это не спросившись у своих старост каковым я сказал о братья почему вы не спрашивались сперва у старост давая место моему прекрасному распятию когда без их разрешения вы мне дали поместить крюки и все прочее и по этой причине я не пожелал больше отдавать церкви Санта Мария Новелла мои столь крайние труды хотя потом ко мне и являлись эти старосты и просили меня об этом я тотчас обратился к церкви Делла Нунциата и когда я беседовал о том чтобы отдать его таким же образом как я хотел для Санта Марии Новелла то эти достойные братья сказанные Нунциаты все дружно мне сказали чтобы я поместил его у них в церкви и чтобы я устраивал в ней свою гробницу всеми теми способами как мне думается и нравится так как Банденелло это предчувствовал то он принялся с великой поспешностью кончать свое снятие с креста и попросил герцогиню чтобы она дала ему получить ту часовню которую владели пацци каковую получил с трудом и как только он ее получил он с большой быстротой поместил туда свою работу каковая не была еще совсем кончена как он умер герцогиня сказала что она помогала ему в жизни и что она будет помогать ему также и в смерти и что хоть он и умер чтобы я никогда не вознамеривался получить этот мрамор так что Бернардоне Маклер сказал мне однажды встретившись со мной в деревне что герцогиня отдала мрамор на что я сказал о злополучный мрамор правда что в руках у бандинелло ему пришлось бы плохо но в руках у амманато ему придется в сто раз хуже я имел распоряжение от герцога сделать глиняную модель той величины как она выходила из мрамора и он велел меня снабдить деревом и глиной и велел сделать мне небольшую загородку в лоджи где стоит мой персей и оплатил мне подручного я принялся со всем усердием с каким я мог и сделал деревянный костяк по своему доброму правилу и счастливо подвигал ее к концу не помышляя о том чтобы сделать ее из мрамора потому что я знал что герцогиня расположилась чтобы я его не получил и потому я об этом не помышлял но только мне нравилось нести этот труд вместе с каковым я себе сурил что когда я его кончу то герцогиня которая была все же особо умная будя она потом ее увидит я себе сулил что ей будет жаль что она учинила мрамору и себе такую непомерную обиду и еще делал одну Джованни Фиаминго в монастыре Санта-Крочи и одну делал Винченцо Данти Перуджинец в доме миссер Оттавиано де Медичи другую начал сын Москино в Пизе а еще другую делал Бартоломео Амманато в лоджии потому что мы ее разделили Джованни Фиаминго Джоан Булонь прозванные Джан Болонь 1529 1608 уроженец Дуэ во Фландрии откуда прозвище Фиаминго известный скульптор Винченцо Данти золотых дел мастер и скульптор 1530 1576 сын Москино Франческо Моско 1523 1578 скульптор сын скульптора Симоны Моско Когда я ее всю хорошенько набросал и хотел начать кончать голову по которой я уже по первому разу немного прошелся то герцог спустился из дворца и Джорджетто живописец свел его в мастерскую Амманато чтобы показать ему Нептуна над каковым сказанный Джорджино поработал своей рукой много дней вместе со сказанным Амманато и со всеми его работниками Джорджетто живописец то есть Джорджо Вазари который покровительствовал Амманато Пока герцог его смотрел мне было сказано что он им удовлетворяется весьма мало и хотя сказанный Джорджино хотел его наполнить этой своей болтовней герцог покачивал головой и обернувшись к своему мессер Джан Стефану сказал поди и спроси бенвенуто настолько ли его гигант подвинут чтобы он согласился дать мне на него немного взглянуть Джан Стефану Альби доверенный слуга и советник герцога сказанный мессер Джан Стефану весьма умело и приблагосклонно передал мне это извещение от имени герцога и при том сказал мне что если моя работа мне кажется что еще не такова чтобы ее показывать то чтобы я откровенно это сказал потому что герцог знает отлично что у меня было мало помощи в столь большом предприятии я сказал чтобы он пожалуйста приходил и хотя моя работа мало подвинута разум его высокой светлости таков что он отлично рассудит что из нее может выйти оконченным так сказанный вельможа передал это извещение герцогу каковой пришел охотно и как только его светлость вошел в мастерскую то бросив взгляд на мою работу он показал что весьма ею удовлетворен затем он обошел ее всю кругом останавливаясь на четырех ее видах так что не иначе сделал бы человек который был бы наиопытнейшим в искусстве затем учинил много великих знаков и действий в оказательство того что ему нравится и сказал только бенвенута тебе остается только придать ему последний лоск затем повернулся к тем кто был с его светлостью и сказал много хорошего о моей работе говоря маленькая модель которую я видел у него в доме понравилась мне очень но эта его работа превзошла добротность модели есть однако авторитетные свидетельства иного порядка из письма например Леоне Леоне к Микеланджело явствует что Челлини постигла неудача глава 102 как угодно было Богу который все делает к нашему благу я говорю о тех кто его признает и кто в него верит Бог всегда их защищает в эти дни мне повстречался некий мошенник из Виккио называемый Пьер Мария Д'Антариголи а по прозвищу Сбьетта ремесло его пастух и так как он близкий родственник миссер Гвидо Гвиди врача а сейчас старшины в пешие то я и открыл перед ним уши он мне предложил продать мне одну свою мызу на всю мою естественную жизнь каковую мызу ее не хотел смотреть потому что я имел желание кончить мою модель гиганта Нептуна а также потому что не было надобности чтобы я ее смотрел потому что он мне ее продавал ради дохода каковой он мне показал в памятке во столько-то мер зерна и вина масла и овса и каштанов и прочего каковые я подсчитал что по тем временам сказанное добро стоило много больше ста золотых скудо золотом а я ему давал шестьсот пятьдесят скудо считая пошлины так что благо он мне оставил записку своей рукой что будет всегда до то ли доколе я жив обеспечивать мне сказанные доходы я и не заботился о том чтобы съездить посмотреть сказанную мызу но все-таки я насколько мог справился настолько ли сказанно из бието и сэр филипп по его родной брат достаточны чтобы я был спокоен и от многих различных лиц которые их знали мне было сказано что я могу быть вполне спокоен мы призвали сообща сэр пьер франческо бертолди нотариуса при торговом суде и первым делом я дал ему в руки все то что сказанное из бието хотел мне обеспечить думая что сказанная записка должна быть помянута в договоре как бы там ни было сказанный нотариус который его составлял слушал про двадцать две границы о которых ему говорил сказанный из бието и по-моему забыл включить в сказанный договор то что сказанный продавец мне предложил а я пока нотариус писал я работал и так как он потрудился несколько часов над писанием то я сделал большой кусок головы у сказанного Нептуна и вот окончив сказанный договор с бието начал мне учинять величайшие на свете ласки и я учинял то же самое ему он мне подносил козлят сыры коплунов творог и всякие плоды так что я начал почти что стыдиться из-за этой сердечности я его перенимал всякий раз как он приезжал во Флоренцию из гостиницы и много раз он бывал с кем-нибудь из своих родственников каковые являлись так же и они и он приятным образом начал мне говорить что это стыд что я купил мызу и что вот уже прошло столько недель как я все не решаюсь оставить на три дня немного мои дела на моих работников и съездить ее посмотреть он настолько возмог своим улещиванием меня что я на свою беду поехал ее посмотреть и сказанно из бьетта принял меня в своем доме с такими ласками и с таким почетом что он не мог бы учинить больших и герцогу а его жена учиняла мне еще большие ласки чем он и таким образом у нас длилось некоторое время пока не сделалось все то что они замыслили сделать он и его брат сэр Филиппо глава 103 я не упускал торопить мою работу над Нептуном и уже всего его набросал как я сказал выше по отличнейшему правилу какового никогда еще не применял и не знал никто до меня так что хоть я и был уверен что не получу мрамора по причинам сказанным выше я думал что скоро кончу и тотчас же дам его увидеть площади единственное ради моего удовлетворения время было жаркое и приятное так что будучи так ласкаем этими двумя мошенниками я двинулся однажды в среду когда было два праздника со своей дачи в треспиано и хорошо позавтракал так что было больше двадцати часов когда я приехал в Виккио и сразу же встретил сэр Филиппо у ворот Виккио каковой казалось будто знает что я туда еду такие уж он ласки мне учинил когда он меня привел в дом к Сбиетте где была эта его бесстыдная жена то и она также учинила мне непомерные ласки каковой я подарил тончайшую соломенную шляпу так что она сказала что никогда не видовала красивее Сбиетте тогда там не было со своей дачи в Треспиано усадьба которую Чилини приобрел вернувшись из Франции когда стал близиться вечер мы поужинали все вместе весьма приятно затем мне дали пристойную комнату где я улегся в опрятнейшей постели и обоим моим слугам им было дано то же самое по их чину утром когда я встал мне были ученены такие же ласки я пошел посмотреть мою мызу какова мне понравилась и мне было передано столько-то зерна и прочих хлебов и затем когда я вернулся в Викио священник сэр Филиппо мне сказал генвенута вы не тревожьтесь хоть вы тут и не нашли все то полностью что вам было обещано будьте покойны что это вам выполнит с избытком потому что вы связались с честными особами и знайте что этому рабочему мы ему дали расчет потому что он жулик этого рабочего звали Мариано Розельи каковой несколько раз мне сказал присматривайте хорошенько за вашими делами под конец вы узнаете кто из нас будет наибольший жулик этот мужик когда он мне говорил эти слова он улыбался некоим скверным образом поводя головой как бы говоря погоди ты еще увидишь я себе составил из этого некоторое плохое суждение но я не воображал себе ничего из того что со мной случилось вернувшись с мызы каковая отстоит на две мили от Виккио в сторону Альп я застал сказанного священника который с обычными своими ласками меня поджидал так мы пошли завтракать все вместе это не был обед а был хороший завтрак в сторону Альп то есть в сторону Апенинских гор когда я потом пошел погулять по Виккио а уже начался рынок то я увидел что на меня все эти люди из Виккио смотрят как на нечто непривычное на вид и больше всех остальных один честный человек который живет уже много лет в Виккио и его жена делает хлеб на продажу у него там есть в миле оттуда некие добрые владения однако он довольствуется жить так этот честный человек обитает в одном моем доме каковой имеется в Виккио который был мне передан со сказанной мызой каковая именуется мызой у ручья и сказал мне я в вашем доме и в свое время я вам вручу вашу плату а если вы захотите ее вперед я любым образом сделаю как вы захотите словом со мной вы всегда поладите и пока мы беседовали я видел что этот человек уставляется на меня глазами так что я вынуждаемый этим сказал ему скажите ко мне Джованни мой дорогой почему это вы несколько раз смотрели на меня так пристально этот честный человек мне сказал я это вам охотно скажу если вы как тот человек который вы есть обещаете мне не говорить что я вам это сказал я так ему обещал тогда он мне сказал знаете что это папишко сэр филиппо тому не так много дней как он ходил и хвастал ловкостью своего брата с биетты говоря что тот продал свою мызу одному старику на всю его жизнь а тот не дотянет и до конца года вы связались с мошенниками так что старайтесь жить как можно дольше и откройте глаза потому что это вам надо я вам ничего больше не скажу глава 104 гуляя по рынку я там встретил Джован Батиста Сантини и он и я были поведены ужинать сказанным священником и как я сказал раньше было около двадцати часов и это из-за меня ужинали так рано потому что я сказал что вечером хочу вернуться в Треспиано так что живо приготовили и жена Азбиетты утруждалась и среди прочих некие Чекиня Бутти их телохранитель когда салаты были готовы и начали собираться садиться за стол сказанный дурной священник изображая этакую скверную улыбочку сказал надобно чтобы вы меня простили потому что я не могу ужинать с вами потому что у меня случилось одно очень важное дело касающееся Сбиетты моего брата так как его здесь нет то надобно чтобы я его заменил мы все его упрашивали и так и не могли его отговорить он ушел а мы начали ужинать когда мы поели салатов с некоих общих блюд и нам начали подавать вареное мясо то поднесли по тарелке каждому Сантино который сидел напротив меня сказал вам подают всю посуду не похожую на остальную видов видов ли вы когда нибудь более красивую я ему сказал что этого я не заметил еще он мне сказал чтобы я позвал к столу жену Сбиетты каковая она и этот чекино бути бегали взад и вперед заняты необычайно наконец я так упросил эту женщину что она пришла каковая жаловалась говоря мне мои кушанья вам не понравились поэтому вы и едите так мало когда я ей несколько раз похвалил ужин говоря ей что я никогда не едал ни с большей охотой ни лучше я наконец ей сказал что ем ровно столько сколько мне надо я бы никогда не мог себе вообразить почему эта женщина так от меня добивается чтобы я ел когда мы кончили ужинать было уже больше двадцати одного часа и я имел желание вернуться вечером же в треспиано чтобы мне можно было отправиться на другой день на мою работу в лоджию и вот я попрощался со всеми и поблагодарив женщину уехал не отъехал я трех миль как мне показалось что желудок у меня жжет и я чувствовал такие мучения что не мог дождаться когда доеду до своей мызы в треспяну как богу представилось что я съел что я я я много раз раздумывал сам с собой что бы это такое могло быть и мне пришли на память все эти тарелки и чашки и чашечки поданные мне отдельно от других сказанная жена с биетты и почему этот дурной священник брат сказанного с биетты и столько потрудившись чтобы сделать мне такую честь а потом не пожелать остаться ужинать с нами и еще мне пришло на память как говорил сказанный священник что его с биетта выкинул такую здоровую шутку продав мызу пожизненно старику каковой не проживет и года потому что эти слова мне их пересказал этот честный человек Джованни Сарделло так что я решил что они мне дали в чашечке с подливкой каковая была приготовлена очень хорошо и весьма приятно для еды талику сулемы потому что сулема производит все те боли какие я видел что у меня есть но так как я обыкновенно ем мало подливок или приправ с мясом кроме соли то поэтому мне привелось съесть два глоточка этой подливки благо она была так хороша на вкус и я вспоминал как много раз сказанная жена с биетты меня понуждала разными способами говоря мне чтобы я ел эту подливку так что я признал задостовернейшее что с этой сказанной подливкой они мне дали эту малость сулемы глава 105 будучи в таком виде недужным я во что бы то ни стало ходил работать в сказанную лоджию над моим гигантом до того что несколько дней спустя великая болезнь одолела меня до того что приковала меня к постели как только герцогиня услыхала что я болен она велела отдать работу над несчастным мрамором просто Бартоломео Амманату каковой прислал мне сказать через мессер чтобы я делал что хочу с моей начатой моделью потому что мрамор получил он здесь и далее в рукописи имеются зачеркнутые места выделенные многоточиями возможно что в последнюю минуту Челине свои же нападки показались рисковатыми и он от них отказался этот миссер был одним из влюбленных жены сказанного Бартоломео Амманату и так как он был самым любимым как милый и скромный то этот сказанный Амманату давал ему все удобства о каковых можно было бы сказать многое однако я не хочу делать как Бондинелло его учитель который своими разговорами заходил куда не надо словом я сказал я всегда это предугадывал и чтобы он сказал Бартоломео чтобы тот потрудился дабы показать что он благодарен судьбе за эту великую милость которую так незаслуженно она ему сделала так недовольный я лежал в постели и лечился у этого превосходнейшего человека маэстро Франческо до Монте Варки врача и вместе с ним меня лечил хирургий маэстро Рафаэлло де Пилли потому что это Сулима до того сожгла мне седалищную кишку что я совсем не держал кало и так как сказанный маэстро Франческо увидав что яд уже сделал все то зло какое он мог потому что его не было столько чтобы он одарил силу крепкой природы которую он нашел во мне то поэтому он мне сказал однажды Бенвинуто благодари Бога потому что ты победил и не беспокойся потому что я хочу тебя вылечить чтобы досадить мошенникам которые хотели сделать тебе зло тогда маэстро Рафаэлино сказал это будет одно из самых прекрасных и самых трудных исцелений которое когда-либо было известно знай Бенвинуто что ты съел кусок сулемы при этих словах маэстро Франческо набросился на него и сказал может быть это был какой-нибудь ядовитый червяк я сказал что знаю достоверно какой это был яд и кто мне его дал и тут каждый из нас примолк они меня усердно лечили больше шести месяцев и больше года я провел прежде чем смог пользоваться жизнью глава 106 в это время герцог поехал совершать въезд в Сиенну и Аманату поехал за несколько месяцев вперед делать триумфальные арки церемония въезда в Сиенну герцогом который стал Козимо произошла 28 октября 1560 года один побочный сын который имелся у Аманату остался в лоджи и снял у меня некие полотна которые были на моей модели Нептуна потому что как не оконченную я ее держал покрытой что стало с этой моделью неизвестно я тотчас же пошел жаловаться сеньора Дон Франческо сыну герцога каковой показывал что меня любит и сказал ему как мне раскрыли мою фигуру каковая была недовершенной что если бы она была окончена меня бы это не заботило на это мне ответил сказанный принц слегка грозя головой и сказал Бенвенуто пусть вас не заботит что она раскрыта потому что они делают тем хуже для себя а если вам все таки угодно чтобы я велел ее вам покрыть я тотчас велю ее покрыть и с этими словами его высокая светлость добавила много других к моей великой чести в присутствии многих вельмож тогда я ему сказал что я прошу чтобы его светлость дал мне удобство дабы я мог его кончить потому что я хочу поднести его вместе с маленькой моделькой его светлость он мне ответил что охотно принимает и то и другое и что он велит дать мне все удобства какие я попрошу так я утолился этой малой милостью которая была для меня причиной спасения моей жизни потому что когда на меня нашло столько непомерных зол и огорчений сразу я видел что изнемогаю через эту малую милость я подкрепился некоторой надеждой жизни глава 107 так как прошел уже год как у меня была мыза у ручья от сбиетты и кроме всех неприятностей сделанных мне и ядами и прочими их воровствами видя что сказанная мыза мне не приносит и половина того что они мне предлагали а у меня была кроме договоров записка рукой с биетты каковой мне обязывался при свидетелях обеспечивать сказанные доходы то я пошел к господам советникам потому что в то время еще жил миссер Альфонсо Квистелло и был фискалом и заседал с господами советниками а их советников были Аверардо Серистори и Федерико де Ричи я не помню имени всех еще там был один Делье Алисандри словом это был род людей с большим весом и вот когда я рассказал мои доводы суду все в один голос захотели чтобы сказанный сбиетта вернул мне мои деньги исключая только Федерико де Ричи каковой услужался в то время сказанном сбиеттой так что все они сетовали мне что Федерико де Ричи мешает чтобы они мне это устроили и среди прочих Аверардо Серистори со всеми прочими даром что он учинял необыкновенный шум а также этот делье Александри так что когда сказанное Федерико настолько затянул дело что суд кончил занятие меня встретил сказанный вельможа однажды утром после того как они вышли на площадь Нунциаты и без всякого как есть почтения громким голосом сказал Федерико де Ричи настолько возмог больше чем все мы остальные что ты оказался зарезан против нашей воли я не хочу ничего больше говорить об этом потому что слишком оскорбился бы тот кто имеет верховную власть правления словом я был зарезан нарочно богатым гражданином единственно потому что он услужался этим пастухом глава 108 так как герцог находился в Ливорну то я поехал его повидать единственно чтобы попросить у него увольнения чувствуя что ко мне возвращаются мои силы и видя что меня ни к чему не употребляют мне было жаль учинять столь великую обиду моим занятиям так что решившись я поехал в Ливорну и застал там моего герцога который оказал мне примилостивый прием и так как я провел там несколько дней то я каждый день ездил верхом с его светлостью и имел много досугу говорить все то что я хотел потому что герцог выезжал из Ливорну и проезжал четыре мили вдоль моря где он велел строить небольшую крепостцу и чтобы не быть докучаем ему слишком многими лицами он находил удовольствие в том чтобы я с ним разговаривал так что однажды видя что мне оказывают некое весьма приметное благоволение я умышленно завел речь о Сбиетте то есть о Пьер-Мария д'Антариголи и сказал государь я хочу рассказать вашей высокой светлости удивительный случай из какового ваша светлость узнает причину которая мне мешает что я не могу кончить моего глиняного нептуна которого я работал в лоджии да будет известно вашей высокой светлости что я купил Узбиетте пожизненно мызу словом я все сказал подробно ничуть не пятная правды ложью и вот когда я дошел до яда я сказал что если я когда-либо был угодным слугой в глазах его высокой светлости то она должна бы вместо того чтобы наказывать Збиетту или тех кто дал мне яду дать им что-нибудь хорошее потому что яда не было столько чтобы он меня убил но зато его было ровно столько чтобы очистить меня от смертоносной липкости которая у меня была в желудке и во внутренностях каковой подействовал таким образом что ежели в том состоянии в каком я находился я мог прожить три или четыре года то этот род лекарства сделал так что я думаю что запасся жизнью лет на двадцать с лишним и за это охотнее чем когда-либо я еще больше благодарю бога и поэтому правда то что я иной раз слышал от некоторых которые говорят пошли нам бог беду для нашей пользы герцог слушал меня две с лишним мили пути все время с большим вниманием и только сказал о скверные личности я заключил на том что я им обязан и вступил в другие приятные разговоры я улучил подходящий день и застав его приветливым на мой лад я попросил его высокую светлость чтобы он отпустил меня на волю дабы мне не выбрасывать вон несколько лет когда я еще годен на то чтобы сделать что-нибудь а что до того что мне остается еще получить за моего персея то чтобы его высокая светлость мне это отдал когда ему будет угодно при этом разговоре я распространился со множеством длинных церемоний в благодарностях его высокой светлости каковой мне как есть ничего не ответил и мне даже показалось что он имеет такой вид будто недоволен этим на следующий после этого день мессер Бартоломео Кончино секретарь герцога из первейших явился ко мне и почти с вызовом мне сказал герцог говорит что если ты хочешь увольнения то он тебе его даст но если ты хочешь работать то он поставит тебя на работу лишь бы вы могли столько сделать сколько его светлость даст вам делать Бартоломео Кончино был скромным незаметным нотариусом затем благодаря покровительству Лукреции Медичи попал ко двору и сделал карьеру я ему ответил что ничего другого не желаю как только получить работу и особенно от его высокой светлости больше чем от всех остальных людей на свете и будь то папа или император или короли я с большей охотой послужу его высокой светлости за один сольдо чем всем другим за дукат тогда он мне сказал если таковы твои мысли то вы уже договорились без лишних слов так что возвращайтесь во Флоренцию и будьте покойны потому что герцог тебя любит так я вернулся во Флоренцию глава 109 как только я оказался во Флоренции ко мне явился некий человек называемый Рафаэлонио Скеджа парчевый ткач каковой сказал мне так мой бенвенута я вас хочу помирить с Пьер Мари Сбиеттой каковому я сказал что нас никто не может помирить кроме господ советников и что в этой кучке советников Узбиетты уже не будет Федериго де Ричи который за подношение двух жирных козлят не помышляя ни о Боге ни о своей чести стал бы поддерживать такую злодейскую битву и чинить столь жестокую обиду святой справедливости кроме господ советников то есть членов совета сорока восьми когда я сказал эти слова вместе со многими другими этот Рафаэлло все так же ласково стал мне говорить что гораздо лучше дрозд если его можно скушать в мире чем самый жирный каплун хотя бы иной и был уверен что его получит но получит с таким боем и он стал мне говорить что обычно тяж бы иной раз волочаться до того долго что это время я бы много лучше сделал потратив его на какую-нибудь красивую работу через скаковую я бы стяжал себе гораздо большую честь и гораздо большую пользу я который понимал что он говорит правду начал склонять слух к его словам так что в скорости он нас помирил таким образом что сбиетто возьмет сказанную мызу у меня в наймы за 70 золотых скуда золотом в год на все время в течение естественной моей жизни когда мы стали учинять договор каковой был составлен сэр Джованни сыном сэр Матео да Фальгану сбиетто сказал что тем способом как мы говорили потребуется большая пошлина а что он не обманет и поэтому хорошо если бы мы учиняли этот наем от пяти лет до пяти лет и что он мне сдержит слово никогда больше не возобновляя никаких тяжб и также мне обещал и этот мошенник этот его брат священник и этим сказанным способом на пять лет и был учинен договор в декабре 1561 года глава 110 желая желая поэтому я начал жаловаться а они разворачивали договор так что из-за их бессовестности я не мог себе помочь видя это я им сказал что герцог и принц флорентийские не потерпят чтобы в их городе так гнусно зарезывали людей и вот эта острастка оказалась такой силы что они наслали на меня опять этого самого Рафаэлло Скеджа который учинил то первое соглашение а они говорили что не желают мне давать за нее 70 золотых скуда золотом как они давали мне прежние пять лет каковым я отвечал что меньше я за нее не желаю сказанный Рафаэлло явился ко мне и мне сказал мой бенвенуто вы знаете что я на вашей стороне так вот они все это доверили мне и показал мне это написанным их рукой я который не знал что он их близкий родственник мне показалось что все обстоит отлично и так я ему доверился целиком и полностью этот почтенный человек пришел однажды вечером в половине первого ночи а было это в августе месяце и всякими своими словами он меня принудил велеть составить договор единственно потому что он знал что если бы промедлили до утра то этот обман который он хотел со мной учинить ему бы не удался и и учинили договор что мне должны платить 65 скуда монетой в год за наем в два платежа каждый год в течение всей моей естественной жизни учинили договор 21 августа 1566 года и хоть я и отбивался и ни за что не желал сидеть смирно он мне показывал написанное моей рукой каковым подвигал каждого меня осуждать и он говорил что все это сделал для моего же блага и что он на моей стороне и так как ни нотариус ни остальные не знали что он им родственник то все меня осуждали поэтому я уступил наконец и постараюсь жить насколько возможно будет дольше вслед за этим я сделал другую ошибку в декабре месяце следующего 1566 года купил половину мызы у колодца у них то есть у сбиетты за 200 с кудомонетой каковая граничит с этой моей первой у ручья условно на три года и отдал им ее в наймы сделал чтобы сделать хорошо слишком понадобилось бы длинно распространяться в писании желая рассказать великие жестокости которые они мне учинили хочу положиться целиком и полностью на бога который всегда защищал меня против тех кто хотел сделать мне зло глава 111 когда я совсем кончил мое мраморное распятие мне показалось что если поставить его стаймя и поместить приподнятом от земли на несколько локтей то оно должно иметь много лучший вид чем если держать его на земле и хоть оно и имело хороший вид но когда я его поставил стаймя оно стало иметь вид гораздо лучше так что я им удовлетворялся весьма и так как я начал его показывать тем кто желал его видеть мрамор мраморное распятие одна из лучших работ чилини в 1576 году герцог франческо первый сын козима первого подарил это распятие испанскому королю филиппу второму с тех пор оно хранится в эскуриале в церкви святого лаврентия как богу было угодно об этом было сказано герцогу и герцогине так что когда то однажды неожиданно обе их высоких светлости со всей придворной знатью пришли ко мне на дом единственно чтобы посмотреть сказанное распятие каковое до того понравилось что герцог и герцогиня не переставали воздавать мне бесконечные похвалы и так же следовательно все эти вельможи и господа которые тут же присутствовали и вот когда я увидел что они весьма удовлетворились я это кучтиво начал их благодарить говоря им что то что меня избавили от труда над мрамором Нептуна и было собственно причиной того что мне дали выполнить подобную работу за каковую никогда еще никто другой не брался до меня и хоть я понес величайший труд какой я когда-либо нес на свете мне кажется что я хорошо его потратил и особенно раз их высокие светлости так мне его хвалит и так как я не могу думать что когда-либо найду что-либо что могло бы быть более достойно их высоких светлостей то я охотно им его подношу только я их прошу чтобы прежде нежели они уйдут они соблаговолили зайти в нижнее жилье моего дома на эти мои слова любезно тотчас же встав они вышли из мастерской и войдя в дом увидели мою модельку Нептуна и фонтана каковую никогда еще раньше чем тогда герцогиня не видела и она до того возмогла в глазах герцогини что тотчас же она подняла неописуемый крик изумления и повернувшись к герцогу сказала клянусь жизнью что я не думала и о десятой доле такой красоты на эти слова герцог ей несколько раз сказал а я вам не говорил и так промеж себя к великой моей чести они беседовали о ней долгое время затем герцогиня подозвала меня к себе и после многих похвал возданных мне как бы извиняюсь так что в пояснении этих слов она словно показывала что просит прощения она мне затем сказала что она хочет чтобы я достал себе мрамор по моему вкусу и хочет чтобы я пустил его в работу на эти благосклонные слова я сказал что если их высокие светлости дадут мне удобство то я охотно ради них возьмусь за столь многотрудное предприятие на это герцог тотчас же ответил и сказал бенвенута тебе будут даны все те удобства какие ты только потребуешь а кроме того те которые я тебе дам от себя каковые будут большей ценности намного и с этими приветливыми словами они ушли и оставили меня весьма довольным глава 112 прошло много недель а обо мне не говорилось так что видя что делать ничего не собираются я был почти в отчаянии в это время королева французская послала миссер батчо дель бене к нашему герцогу попросить у него взаймы денег и герцог благосклонно ей ими услужил как говорили и так как миссер батчо дель бене и я мы были весьма близкие друзья то опознав друг друга во флоренции весьма мы виделись охотно так что он мне рассказывал про все те великие милости которые ему оказывал его высокая светлость и в беседе он меня спросил какие у меня большие работы на руках в это время королева французская Екатерина Медичи получившая от своего брата Козима первого сто тысяч дукатов таким образом я ему сказал как все последовало весь случай с большим нептуном и фонтаном и великую обиду которую мне учинила герцогиня на эти слова он мне сказал от имени королевы что ее величество имеет превеликое желание окончить гробницу короля Генриха своего мужа и что Даниэл до Вольтерра предпринял сделать большого бронзового коня и что уже прошло то время к которому он обещал и что для сказанной гробницы нужны превеликие украшения так что если я желаю вернуться во Францию в мой замок то она велит мне дать все те удобства какие я только потребую лишь бы я имел желание служить ей Даниэл до Вольтерра скульптор и живописец вместе со своими учениками выполнил коня для гробницы Генриха приобрел печальную известность своими ханжескими штопками страшного суда Микеланджело я сказал сказанному миссер Батчо чтобы он выпросил меня у моего герцога что если на то согласен его высокая светлость я охотно вернусь во Францию миссер Батчо весело сказал мы вернемся вместе и считал дело сделанным и вот на следующий день когда он беседовал с герцогом зашла речь обо мне так что он сказал герцогу что если бы на то была его милость то королева услужилась бы мной на это герцог тотчас же ответил и сказал бенвенута тот искусник которого знает мир но теперь он не желает больше работать и вступив в другие разговоры на другой день я пошел к сказанному миссер Батчо каковой мне и пересказал все тут я который не мог больше выдержать сказал о если после того как его высокая светлость не давая мне ничего делать и я сам от себя сделал одну из самых трудных работ которая когда-либо другим была сделана на свете и стоит мне больше двухсот скудо которые я истратил от своей бедности о если бы я сделал если бы его высокая светлость поставил меня на работу я вам говорю поистине что мне ученена великая обида этот добрый вельможа пересказал герцогу все то что я возразил герцог ему сказал что он шутил и что он хочет меня для себя так что меня разбирало несколько раз уехать себе с богом королева не хотела об этом больше говорить чтобы не досаждать герцогу и так я остался весьма изрядно недоволен глава 113 в это время герцог уехал со всем своим двором и со всеми своими сыновьями за исключением принца каковой был в Испании то есть сына Франческо в 1562 году тот был отправлен ко двору Филиппа II поехали сиенскими болотами и этим путем он добрался до Пизы схватил отраву этого дурного воздуха раньше остальных кардинал и вот спустя несколько дней на него напала чумная лихорадка и в скорости она его убила это был правый глаз герцога он был красивый и добрый и его было премного жаль речь идет о втором сыне Козима I кардинале Джованни во время возникшей тогда эпидемии умер и младший сын герцога Гарция и жена Элеонора Толецкая я дал пройти нескольким дням пока не решил что слезы высохли затем я поехал в Пизу на этом рук вся обрывается о причинах побудивших Челине бросить свои воспоминания можно только гадать кажется лишь что одной из наиболее вероятных причин является душевная усталость и общая разочарованность в том что творилось вокруг конец книги декабрь 1988 года звукорежиссер Марина Панфилова читал Евгений Терновский слов sale 18 года ави кто арт последить ixe по версия с торр «ш горе орт»